Субтитры создавал DimaTorzok Кулінарний пасел Санчі, мені черта не приготуваєм, ідіть сюди! Короче, хлопці, мені кажуть, що ми трохи не встигаємо! Крестовий похід за продуктами Руки, руки, руки! Плачеться, якби так, продуктовий хаос! Ну що, що? Так, а ну, першо, больні? Зісти на! Прикуті до столів Маріна! 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 Хто витримає шалену кулінарну боротьбу на шляху до звання найсильнішого? Сьогодні у вас буде надзвичайно цікаве завдання. Всі ви знаєте, як кожного сезону визначають переможця мастер-шеф. Двоє фіналістів готують три вишукані страви і перемагає той, хто впорається найкраще. Але з кожним роком вимоги до учасників все вищі. Тому ми хочемо подивитися, як ви впораєтесь з аналогічним завданням вже зараз. Втім, не хвилюйтесь, ми вирішили підказати вам, що готувати. Ну я ж думаю, фу, слава Богу, хоч ми віддохнемо. Ти реально тебе дадуть рецепт. І ти щось приготуваєш. Навіть по рецепту не всі зроблять не одинаково. Ми на даний момент на проєкті готували тільки там по одній страві там командами. Ну не було такого, що я сама готую три страви. Це вже, знаєте, в принципі звається на вищу ступіньку я вже йду, знаєте. Більше того, ми дамо вам надзвичайно детальний рецепт, який завжди буде з вами. Який ви зможете прочитати у будь-який момент. І написаний він зрозумілою сучасною мовою. Так що не переживайте. Ось так все просто. Знаємо ми це вашу простоту. Щось нам не віриться в це. Мені це якось насторожило, тому що, ну, як, дуже просто, слишком просто і все так добре. Понятне діло, що буде подвох. І ось ми тут подвох ждали. Вообще, мені показалось подозрительним. Коли сьогодні ми приїхали, нам не дали фартук. Де фартукі? Щас дадуть, щас дадуть. Сьогодні у вас не буде фартуков. Але вместо фартуков ми приготовили для вас кое-что другое. Я не сомневаюсь. Що це таке? Ой, мама! Я не могу! А-а-а! А-а-а! Якісь чогні, непонятно що. Як факту, хоч чесно. Ну а ми думаємо якась грязна буде робота, ще будем дуже пачкатися, щоб, знаєте, закрити тіло. Що це? А що це? Що це тряпки? О, мішок! Це стрибати як зайчик. Я, як мінімум, подумала, що це смирительні рубашки. Или мішки, в которых нам треба буде прыгати. Я думав, в натурі зараз як зав'язують нам руки, будем там спинами скакати друг к другу там навстрічу. Мені че-то показалось, що можуть бути якісь брюки, штани. Щоб ми менше двигались. Це всього лише футболки. Але с сюрпризом. Та ні, там щось на ній є. А-а-а! Смачного. 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 Думаю, ну чому ж подвох, а де ж рецепти? А потім я почути, стал додуматися, що там у нас буде не смачного вже написано, а именно рецепт. Тут 18 футболок для кожного з вас. У кожного на спині буде написана частина рецепту. Вам треба не тільки прочитати його, але й зрозуміти, що за чим іде. Тобто скласти такий собі кулінарний пазл з 18 частин. А-а-а! Ну я в сапу, ну це зараз називає тут доброжелатель. Суді дали задання. Можна сказати, на перший взгляд, так воно простое. Рецепти под глазами. Три блюда. Первое, основное і десерт. Ну, эти части находяться на всей 18 участниках. На то, щоб каждый із вас успел собрать рецепт і каждый із вас сумел приготовить три загадочних блюда, ми даём вам… Пять часов. П'ять. Полтора часа. Гуманно. Що це за блюда там такі? Час з половиною на три страви. І я так поняла, в принципі, якщо нам дають тільки час з половиною, це не такі важкі страви, як на мене. Я так думала в той момент. Да ми і так вас балують. Це понятно. Заси його, Николай. Вить кладове будуть в вашем распоряженні все время. АПЛОДИСМЕНТЫ Так да время пошло? А як його зрывай, зрывай мені біскві. Зниміть з мене эту фемню. Зрывай його. Тихенько, давай-давай-давай. Ха-ха-ха. Чутенько подошел к одному, оборвал второго, оборвал третье. Я тебе так забавно все происходило. С бісквитом, це десерт. У кого суп? Смотрите внимательно. Начало супа. И сразу же начинаю щось читать. Тут прочитал два слова. Там я хотел собрать сразу, изначально, как би, именно набор продуктов, какой мне нужен. Вообще в шоці, короче. Там по три слова буде написано. А там написано від си до сраки. Стільки букв написано. Я в шоці просто. Так, говорите. Нет, Артешок. Стоп, стоп. І додайте в нього. Ребята, станьте, пожалуйста, вот так. Ребята, станьте, пожалуйста, вот так. Аня, как всегда, включила такого режиссера, а-ля организатора какого-то. Фильм «Анна Мажник» по сценарию «Анна Мажник». Режиссера «Анна Мажник» сценарист, «Анна Мажник» кукла на роли «Анна Мажник». Я понимала, как нужно действовать. Мы с Никитой начали выстраивать, начали искать начало рецепта. Где продолжение. У кого десерт, у кого первое блюдо, у кого основное. Тебе начало. Тебе начало. Тебе начало. Тебе начало. Вот. Ординарный. Дружим, общаемся. И всплываю историю у него с детства, что он говорит, мне даже в садике называли Виктор Викторович. То есть, ну, пацан молодой, прикольно так звучит. Я ничего не понимаю, зачем он взял ягоды? Все забрал. Вообще, я сам не знаю, почему машинально я взял по три такие ящики малины, взял вот этого всего. Бежит Витя, за ним гонится Татьяна, наша баба гонит. Ну, думаю, ну, что стоять, столько людей, пока они прочитают, пока они сгруппируются. Думаю, я такая, за ними. Иди сюда, мы ни черта не приготовим, иди сюда, эгоист. Вита тоже, кричи, Вита, иди сюда, Вита, иди сюда, Вита, иди сюда. Она бегает, продукты собирает. Да какие продукты ты собираешь? На хрена ты их собираешь? Ты знаешь, что ты собираешься готовить? И тут такой громкий голос Никиты. Встаньте! Я испугалась, кинула эти продукты, подбежала к ним, они там что-то у меня считали. Встаньте в ряд! Ребята, быстрее! Встаньте! И очень злая была, потому что мы тратим время просто ни на что. У нас и так полтора часа. Нам надо получить рецепт, а это мы можем только сделать командой, потому что бегать там каждой спине это вообще не вариант. И начинаем вроде бы логически выстраивать, но у нас есть прекрасные участники, которым это казалось зачем. Сюда, сюда, читань, читань, дойдемте, идемте. Встаньте, блин, хватает, как перед смертью, не нажретесь никак. Ну, в общем, слава Богу, с горями пополам мы нашли, что первая рецептура написана у Оксаны Диканьки на спине. Первая Оксана, потом Татьяна, потом Ярик. И начали потихоньку читать. Нарежьте моркву, 60 грамм цибули порею, корень петрушки жульеном. Раступить 60 грамм вершкового масла на середньому вогні. На перше треба приготувати овочевий суп-пюре. Окремо підсмажите корень петрушки, моркву, цибулю порей та картоплю. Потім протушкувати ці овочі у бульйоні. Збити у блендері, додати вершки та проварити. Подавати разом із сухариками та овочами. Давайте остановимся, сделаем эту часть, потому что все забудем. Давайте, поехали, поехали, поехали! Побежали брать все, нести к себе на столи, как красное знамя комунизма. Просто вот забыв о том, что есть еще второе блюдо, третье. И первое еще не наполнено полностью рецептом и ингредиентами. Никто не знал, какой десерт готовить, что на гарнир вообще, куда эти артишоки. Просто все увидели артишоки, надо их нагребать. Картоху злобен я беру. Захожу в кладовку, дивлюсь такий, лежит артишок. Ну, если их там лежит штук 20, то це по-любому, и нас там 18. Це по-любому, но я ж беру оцюю, кусочок мяса беру. Он такий здоровий, думаю, нам на двох хватит. Дима, а ты помнишь, какие овощи надо набирать? Вот, бери лупари, он очень нужен. Ну, мы сразу встали вместе с Димой за стол, мы дружим, и мы решили друг другу помогать сразу в процессах, если что. Вика, шо делаем сначала? Давай воду на бульон, на суп. Ставим воду, хорошо. Воду, воду, кастрюли. Да вы кастрюли, там сейчас кастрюльный бульон, ты понимаешь? Они кастрюли твари разминили. Сволочь, разобрали кастрюли. 18 человек, в девайсной 80 ложек. И мне не досталось ни одной. Вот как? Это по 5-6 ложек нарыло они расхватали. А ложки, шо, разгребли уже все? Нахрена 10 ложек все? Подожди, там шо, не было этого? У нас в команде есть люди, которые специально воруют продукты. Которые их воруют и прячут под поверхностью. И не только продукты, прячут и девайсы. У меня, как демон, який исцелился. Я забрал все весы, пришел под стол кинуть. Злобен. Я с***лся. Да, не, не. Да. Весы есть у кого-то? Весы. Анечка, можно я воспользуюсь вашими весами? Я этого не приветствую. Сражайся по чесноку. Ты пришел. Все люди в одинаковом положении, таком же, как и ты. И они пришли сюда показать, как готовят они, допустим. Что они из себя представляют. А вот эти плевки в спину, я такого не приветствую. Чешую топлю. Я там чуть-чуть селся. А Витя такой взлетает, и у Кутяна вместо меня не готовлюсь забрать. Да, Витя, что ты, что? По главному месте. Положи. Чмо. Додайте картофель до цибули, обсмаживайте, до блюдо из куринки. И залашайте на носком об огне 40 минут. Я не понимаю этот процесс. Но я решила, что я буду ждать, пока другие перечитают. И начала бегать по столу, смотреть, у кого же он в кастрюлях. А потом додумывать себе, чтобы оно было вкусно. Мясное булье одно уже. На самом деле, вот эта вот паника, этот ажиотаж весь, он выбивал этот рецепт с головы. Ты начинал что-то делать, тут же забывал, что там дальше. Женя, ты понял, что делать? Нет. Нет. Дуже тяжело запамятать то, что написано в каждом на футболке. Не было такого, что там Оксана I, там Дима II. Не было. Надо было шукать, каждый шукал продолжение рецепта. Это было, честно, очень тяжело. Виктор. Да, Виктор. Здравствуйте. Что вы готовите? Картошку нарезал кубиком, еще 300 грамм не нарезал. И медальоны, посмотрите. Кубиком? Ну, это не кубик, я переделюсь, сейчас я спешил. Это не кубик. Вы читали рецепт? Я увидел просто что-то, естественно, что все делают, а я начал это делать. А если другие делают неправильно? Вы же лишь повторите чужие помолки. Хочешь черный фарту? Нет. Ага. Все, я помню. Очень сильно заплутался, и она такая запара на кухне, везде каждый бегает. Я изначально смотрела, кто что делает. Ну, фотографировала, и все это проделывала у себя. Картошку кидают, так кидают, так идет нарезка морковки. Повторяла в точности, как это делал сам Вэл. Хиба це жульен для супу? Що це? Ха! Это жульен? А як в рецепте написано? Нарезка жульен. Да. Да. Что жульен? Вита, Вита. Вита, Вита. Боже, Боже. Посмотри. Очень тонкий. Ай, Мэл. Потом. Потом. Угу. Посмотри. Да. Посмотри. И ваша. Сейчас все переделаю. Все. Вита машина. Это жульен. Это не жульен. Я поняла. Я ее сразу тоже кубиками рубанул, как бы. Хектор вышел и начал критиковать за нарезку. Я сразу начал переделывать. Начал уже опять себе чистить картошку. Опять делать так, как надо. Ну, и где? И это все? Я не успеваю просто. Ну, все бегают. Ну, мы чуть не боимся. Треба приготувати три страви. А ви тільки овочи на суп підсмажили. Треба приготувати три страви, а ви тільки овочи на суп підсмажили. Не, я поняла. Я успеваю. Я чесно. Минуло 45 хвилин. Суп-пюре вже має бути готовий. Рухайтесь, як черепаха. На це боляче дивитися. Ви мене до інфаркту доведете. Вектор, все в порядку. Нет. Нет. Не все в порядке. Это серьезно. Не все в порядке. Більшість учасників катастрофічно не встигають. А вже час переходити до приготування другої страви. Підсмажити картоплю на гарнір. Правильно очистити артишок, відварити та трохи протушкувати його. Приготувати соус із трав. Медальйони загорнути у сало та підсмажити до стану медіум рер. При подачі сало обов'язково зняти, а у артишок налити соус. Когда пришло время приступати ко второму блюду, пришлось уже просто бегать между рядами и искать самому. У кого что, где, как, что это будет. Ну что, отловить этих людей нереально и прочитать что-то от них? Воно сразу на коровий взгляд, как на красу. Нет, ты не будешь читать этот рецепт. Это заклинание не для тебя. Ты не достоин, Волан де Морт. И я уже хожу, так, этот мясо, этот мясо, этот мясо. Значит, мясо – это, в принципе, правильное решение. Ну, давай себе накрутили. Я вообще не могла понять, что это за второе блюдо. У меня было сознания, когда я готовила, что мне надо сделать это, это и это. Я смотрю, передо мной стоит символ, у него написано то, что там артишок, надо так-то-так-то проварить, то-то-то сделать. Я беру артишок и делаю то, что там написано у него на футболке. Но я не понимаю в итоге, куда он пойдет. Смотрите, правильно вычищаю? Хорошо. Правильно, але потрібно і це листя внизу прибрати. Відріжте, ось так. Да, смотрю, чувствую. Ага. Ага, дивіться, вчиться. Потім ще треба змастити лимоном. Чтобы он не темнел. Где ваш лимон и сок? Сейчас. Бачите, уже темннейший. Змащуйте соком. Швидше, швидше. Сейчас все сделаю. Я пока сок делаю. Сейчас все будет. Я соберусь. Я не могу, честно говоря, даже объяснить. Вроде времени было много, но как-то оно так быстро пролетало. И, по сути, я ничего такого не делала, но всегда чем-то было занято. Когда еще все бегают, там, к тебе за этими весами, потому что они одни на три, на четыре стола были. Просто теряешься. Дима, а где ваш артишок? Артишок вон у Вики варится. Вы что, жартуете? Я же попереджал, что это индивидуальный конкурс. Вы что, обидва хотите черный фартухил тримати просто сейчас? Дмитрий, вы негайно дождите свой артишок и готовите его сами. Виктория, это индивидуальный конкурс. Хорошо, хорошо. Это крыло, я как раз. Понимаю? Понимаю. Удачи. Осталось 30 минут. И все. Три блюда. Каждый человек. Никита. Расскажите, что вы готовы. Скажи, что вы готовы. Вот у меня супчик стоит, картошечка с лучком. Там у меня артишок варится. И сейчас буду ставить медовенчики. А где овощевый жульен, чтобы прикрасить суп? Ага, вот здесь. Это, конечно, не самый жульен. Вот, наконец. Правильная нариска. Вы меня врятовали. Я уже думал, никто не знает, что такое нариска жульена. Вот крым-суп. Суп уже готовый, чудово. Хочу его попробовать. Картоплю нарежьте шмотками більш товстыми. Мясо бачу. Артишок готуется. А что с десертом? Постри. Десерт. Десерт сейчас постараюсь быстрее. Слышь, надо бисквит делать. Дай мне бисквит. Да не успеешь, Жека, не успеешь. А что делать? Что не будет? А что стоять? А то ты так не успеешь. Меня начал опарить мой десерт. Остается там пять минут. И надо тебе сделать сырную массу, бисквит, плюс еще ягодный соус, ну как бы, такие сомнения меня, сколько я блюд по итогу выдам, как бы. А что это за десерт? Что в десерт? Какой-то бисквит, короче, с сырной массой, который в холодильнике должен застыть 40 минут. А, ну забыли про десерт. Ух, я чукнусь. Для приготовления десерта нужно сделать нежный бисквит на мигдалевом борошне. Пока он выпечивается, взбить белки, перетерть сыр, добавить меду и агар-агар. Перемешать все это и дать застыгнуть в форме. Приготовить ягодный соус. В голове ковардак, спрашиваю ребят сзади у Жени, они мне подсказывают, Ярик подсказывают, Никита все подсказывают, потому что уже времени нет бегать, даже читать. Мы видим, что вы не успеваете. Это очень плохо. Десерта нет ни у кого. Поэтому нам приходится добавить вам время. Ура! Мы вам добавляем еще 30 минут. Спасибо! Говорит, еще полчасика вам шувыронуть. Ты что, я тебе говорю? Такая жара в голове, думаю, порядочно. Сейчас мы будем еще бисквитик чутить. Я шукав-шукав цей рецепт десерту, я не нашел его ни на кого. Но я чувствовал, что кто-то кричал, что это бисквит. А что, бисквит точно? Тут что-то напарник, Мишеня Злобин. Что-то он в духовку полез. Я читаю, и написано, для десерта, творожную, медовую массу. Я думаю, капец! Мне и бегти никуда не требуется. Я давай замесил бисквитное тесто. Вика, Вика, сколько жаришь на пирожину? Вика! Вита! Вита! Вита стоит. Типа факов вам, ребята. Я здесь королева кулинарии. Я вот прочитала, я сама буду делать. А вы здесь, типа, говно не... Сами прочитайте, сделайте. Увеликнить духовку на 180 градусов и смешать до 40 грамм дальней муки. Миндаль, ***, миндаль берем, народ! Итак, ребят, кому-то отпусти. Давай, давай, давай. Паразяк! Зверинец. Девочки, что вы нашли? Дайте, что мы не нашли, Вита? Что, даже капельку не нашли? Нет, не нашли. Она меня отшила. И, конечно, очень сильно расстроилась, потому что нельзя так. То есть надо друг другу помогать. Анечка, не плюй в колодец, из которого придется еще не раз напиться. Вита, ты с нами не общаешься? Я не с нами, а с тобой конкретно. А, извини, пожалуйста, я ошибаюсь. Ничего страшного. Хорошо. Да на, ты бина, Вита. Нет, мы просто... Там ее полно, сам Вэл. Мы просто спрашивали, понимаешь, что у нас идет в этот. Вита у нас молчит. Какие все битчивые. Сейчас умру. А из чего десерт делается? 15 минут осталось. Ладно. Да. Короче, ребята, мне кажется, мы немного не успеваем. Думаю, все, ладно, перебью тупо творог с ягодами, с сахаром. Может, что-то, какой-то карамели еще придумаю. Что помню из рецептов. Все, что я могла сделать. Дайте, пожалуйста, бумажное полотенце. Десерт, Леша, десерт. Я знаю, что я не успеваю делать десерт. Слаживаю из чего, что было без соуса, это основное блюдо. Пять. Четыре. Ай, подождите меня. Три, два, один. Время. Стоп. Отойдите от ваших рабочих столов. Виктор. Что у вас тут? Мясо, соус, имбирное сало. И кабачок. Викторе, вы взагалі читали рецепт. А це що за десерт? А я сам придумал, когда у меня 15 минут доставалось. Ну попробуйте, пожалуйста. Ви хочете, щоб я оце пробував? Цей десерт з дешевої кафешки? Я пам'ятаю, як я стояв тут і просив вас піти і прочитати рецепт. Прочитати і приготувати. Ну я читал, і як я зрозумів з того рецепту, це я все і зробив. Я просто так, все так, все быстро, було все, я так, це все осознаю. А здесь, ну, сейчас нам було підійти, я б зробив. Я фактически не справився з знанням вообще. Нет, я десерт не успею приготовити. А, ще й не приготували. Ну що ж, представляєте то, що у вас є. Ну це перше блюдо, крем-суп. А зачем ви підгоревші сухарики кладете? Я не можу понять, що тут відбувається? Ви картошку пожарити не можете? А сало? І для чого тут сало? Просто башмак. Просто подошва. Оставайтеся здесь. Ви приготовили артишок. І він у вас мягкий і доволі таки вкусний. Але зачем ви його розрезали? Соус должен, він должен был служити чашечкою, соусничкою такой вот, для соуса. І ви приготовили соус. І ви даже його налили на тарелку. Ангеліна, пересушуємо. Оставайтеся здесь. В той момент, як Ектор почав підходити до мене, я чесно вже поняла, що моя задумка не піде на балкон. Понимала, що в мене було не краще блюдо, ніж у тих попередників, що Ектор у них пробував. Що це за супюре? Таке враження, ніби когось знудило. І як вам так вдалося зіпсувати артишок? Навіщо ви його порізали? Ви б стали таки їсти. Тоді чого ви мені це подаєте? Ну, великолепно. Ще краще. Сире м'ясо. Десерт просто залізний. Я просто подхутала. Не можна в футбол грати. Що ви його зробили? Я розумію, але я просто замість роз... О, Інна, це у вас є виправдання? Ні, нема. Йот, Андрія. Мені було б соромно таке подавати суддям. І, в принципі, я, чесно, думаю, буду вже мовчки стояти. Я попиталась йому сказати, що я там не поняла, попутала, там не було підписано. Але він нічого не слухав. Він був дуже злий. Пішов Виктор, далі порядок. І йде, пробує, пробує. І всі залишаються, залишаються. Думаю, капець. Тут, розумію, взагалі вже не висило. Вагалі не висило. О, це вона сердце приклеїлося, що не відклеюєш, так. Так? О, бачу, ви тут картину зробили. Залишайтеся тут. А де артішок? Наверху. А що він тут зробить? Заблудився. А це що? Блук. А що він тут зробить? Потерялся. Стойте зробити. Великалебно. Залишайтеся тут. Діана, що це? Це не та страва, яку ви мали зробити. Це якась дешево підробка. Дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Так що, ну то всі по окопам, по пояс, коротше. Стоїм же, чекаємо. Що ж буде? Судді відходять, як би, на місто. І тут починається такий жорсткий, іменно, об'яснительний момент. Як би, хто і в чому був сьогодні неправ. Дивіться за кілька хвилин. Ви всі заслуговуєте на чорні фартуги. Безпрецедентне рішення суддів. Ідіть звідси. Подалі з моїх очей. Це наймасштабніша кулінарна битва України «Мастер-Шеф». Время пішло? Сімнадцятеро кулінарів вдягнули футболки, на яких написані уривки рецептів трьох страв. З цих фрагментів учасники мали скласти своєрідний кулінарний пазл, аби зрозуміти, що це за страви, та приготувати їх. Втім, кухарям так і не вдалося зорганізуватися та повністю прочитати рецепт. Як результат, замість піднятися на балкон, всі сімнадцятеро кулінарів лишилися внизу. Рішення таке. Женя Злобін, Алексей і Оксана остається на своїх містах. Все остальні підходять до нас без своїх блюд. ДОБУДІ направлении. Это кулинария. Те, кто пришли сюда за другим, чтобы ворвать продукты друг друга из-под носа, Виктор. Когда все участники собрались, а вы первые забежали в эту кладовую, как будто бы, знаете, вы сюда пришли всем насолить. Да не, я сюда не пришел. Это не главное на кухне, Виктор. Этот конкурс был не для того, чтобы насолить участникам остальным, а для того, чтобы собраться все вместе и добиться какого-то результата. Был, а там, мне кажется, конкурс был. Посмотри, как мы можем командно именно все работать. И мы не справились. Но я лично с ним не справился. Я за себя говорю, не буду с кого-то. Ярослав, эти весы, которые вы украли у всех. Весы есть у кого-то? Я спи***лся, они весы. Чего вы добились? Скажите мне. Вы что-то приготовили? Зачем вам нужно было столько весов на вашем столе? Объясните мне. Вы не знаете, да? Извините. Вот зачем человеку пять весов? Понятное дело, за подлист. Поэтому, вот, наверное, Ярик именно забрал эти пять весов для того, чтобы никто не смог взвесить. У него самый такой именно правильный по консистенции суп получился. Ну, такое сельское жлобство, я это называю. На тебе подавись, мы и на глаз не лучше меряем. Да он как криса поступил. Вообще так никто не... Вообще нельзя так делать. А если он пойдет на кухню работать? Вот на кухне среди ребят. Там же мужики. Так ему просто морду начистят. Вот и все. Мы не прошлый раз тоже покрали продукты, было и ничего. Ни хто не умир от этого. Сьогоднішній день величезное розчарование для нас. Завдання было одно з найпростіших. И бачите, який результат? Ви всі заслуговуєте на чорні фартухи. Ваши страви зовсім не нагадують ті, які ми розраховували сьогодні скуштувати. Мені гірко визнати, що це ще не найгірший варіант. Адже позаду вас стоять ті, кому й такого результату не вдалося досягти. Ви маєте їм подякувати за те, що зараз ви піднімитесь на балкон. Балкон ганьби! Идите, подалі з моих очей. Дякую за перегляд! Побігали в кладову, я б їм лично вручила не то, що фартуху, а билет би дому і купила, тому що вони конкретно підставили всю команду, іменно із-за них. Так получилось? Я не можу передати це состояние. Я плакала, мені стыдно було, мені слези текли ручьом. Женя Злобін, підійдіть зі своєю здравою. Ви куштували свій суп? Ну, так. І ви думаєте, що цей суп смачний? Ну, думаю, має право жити. Як би суп такий. Ви ж кухар? Ви маєте знати різницю між «може бути» та «дуже смачним». Так що, можна такий суп подавати журі? Ну, думаю, можна. Це сало участвує в презентации, або воно було вокруг? Воно вокруг, да. Женя. Ви нарезали і артишок, і картофель, все в одному стилі, да? Як мариновали мясо? Соль, перец, чуть-чуть масла і помидор на терційну порезав. Оригінальна презентация. Яркий цвет, сока. Фісташки не забыли добавити. Ваш десерт Дуже прикро, що ваше суфле не встигло застегнути. Адже все інше в ньому ідеальне. Ви навіть не забули про таку маленьку, але дуже суттєву деталь, як фісташки. Щодо основної страви, ви зробили грубу помилку, забувши прибрати село. Але я готовий її пробачити, адже ваш медальйон просто ідеальний. А що до супу, я не дарма питав, чи вважаєте ви його смачним. Адже, як на мене, цей овочевий крем-суп має еталонний смак. Саме на такий смак я розраховую, замовляючи щось подібне у французькому ресторані. Женя, ви можете пишатися собою. Ви єдиний сьогодні, хто нас не розчарував. Тому я з задоволенням відправляю вас на балкон. Женя, роздовляю. Дякую. Дякую вам. Для мене це просто шикарне. Именно такий шикарний итог, який я добиваюсь і завжди буду йти до цього. Просто отлично. Я за нього тільки була рада. Мені подобається. Він як би і інтересується, і робить сам, і подобається він мені. І готовить він теж добре. Я давно запримітила. Оксана та Олексій. Ви знаєте, ваші страви були абсолютно різні. Ви, Оксану, подали сере м'ясо. А ви, Олексію, перетворили його на вугілля. Ваш десерт, Олексію, його просто не було. Повітня замість десерту. А те, що ви приготували, Оксану, більше скидалося на гуму. Я не можу це вважати їжі. Обидві ваші страви не їстівні. Мені дуже прикро, що ви не впоралися ці своїм завданням. Нехай це буде вам уроком. Мені, звісно, бачити в фартугах, допустим, Льоху і Оксану, не особо приємно бачити. Я вважаю цих людей. Ну, я кажу, п'єчаль, якщо малюхав спіймав я по кінцівці, ну, що нарядили по-чорному цих персонажей. Оксана, бери свої чемодани і їдь додому, пожалуйста, тому що твою речу ти тут будильник. Я там, ближайші два дня, чесно, я вам кажу так, як я, що я ні спати не буду, не буду ні їсти, я буду переживати за те, що я хочу. Чесно, я дуже-дуже хочу статися на цьому проєкті, тому що, як на мене, я ще не показала на те, на що я здатна, що я ще не готова їхати додому. Чёрный фартух, це ще не найстаршне. Старшно відійти з проєкта. А чёрный фартух, він додає такий підстеп, ми себе покажемо ще. Тевиця Далі. Воду поставь, Марина. Да що ти делаєш, убери! Не забрасуй масло! Це все зависит от IQ человека. У нее маленький этот IQ. Вот так. Витя цепляє і переворачиває миску з пішамелем. Витя! Все, думаю, проіграли. Коли ми зашли на кухню, настроєння було слегка кепське, так сказати. Після предыдущого конкурса, по причині того, що ми реально облажались, і крайне було неудобно даже в глаза смотреть суддям після вчорашого. Задання сложніє вони не могли дати, хоча не факт. Могли дати ще сложніє, щоб ми поняли, наскільки було в предыдущі більш легким. В общем, як завжди, заходиш і не знаєш, чого ждати. Чи не улыбайся, будуть ті ліні. Здравствуйте! Здравствуйте! Дякую заходиші. Дякую заходиші. В цьому конкурсі ви єдині, так, спілка, так, дівчат, обсуждаємо разом, там, рішаємо, хто як, там, калівка, калівка, така, така. Вітюня. О, є, сильно! АПЛОДИСМЕНТОВА Спасибо, Жако. Спасибо. Вітюня – вообще неотъемлема часть моего досуга, я тебе говорю. В тебе швырь голова пойдет вообще везде. Вита. Спасибо за доверие. Ну, как бы, я знаю, что Вита более-менее сильна, как бы, в кондитерских делах, а я ж не знаю, що за конкурс. К Женьке попасть в команду я очень хотел, і знаю, що я його не подвел в первом нашому командному конкурсі. Все-таки надіялся, що він мене возьмє в свою команду. АПЛОДИСМЕНТОВА Леха. Нічого. Ох. Милан. Милан, который, ну, по блюдам его, как бы, вижу, что он ответственно подходит к любому вопросу. Никита. Е. То же самое и Никита, как бы, ну, вместе с Миланом. Що ти одних баб оставила? Тетя Таня. АПЛОДИСМЕНТОВА АПЛОДИСМЕНТОВА Спасибо, Ленка. Ну, тетя Таня – это сто пудов неотъемлемая часть моей команды. Ну, как бы, она, как женщина, меня вдохновляет там именно все там, ты шоу. Оксана. Я понимаю, что это реально фурор. Что у красных на этом шоу немае. Это все кращи с кращей. Ну, а что ж, а все, кто остались, это Олень. Красная команда. АПЛОДИСМЕНТОВА Забирайте и надевайте ваши фартуки. Жека – сволочь. Я хотела, чтобы он меня выбрал в свою команду, потому что я видела, что он набирал сильных игроков, очень сильных. О, Господи. Плохая примета, мне кажется. Слава Богу, двух рыб забрал, все остальное нормально. Таню он себе забрал, наверное, и дыканьку, потому что знал, что мы в одной команде друг друга поубивали, наверное, вообще нафиг. Господи, слава Богу, что меня там нет. Получи фашистую гранату. Вот тебе 100, вот тебе 50. Нет, вот тебе 50, вот тебе 100, а вот тебе 150. Красные. А сейчас вам нужно выбрать капитана. Бабоша. Я ей там даже Малеха пару слов швырнул, чтобы именно Диана стала капитаном. Думаю, надо же наказать Малеха за тот проигрыш. У нас еще после предыдущего конкурса с Женей батлы. Вот. Я тебе устрою матч-реванш, еще поговорим с тобой. Ах ты, зараза, говорит. Давайте буду я капитаном. У нас с Женей личные отношения. Ну давайте за Диану. Ну давайте Диану. Давайте Диану. И будет интересно опять сразиться. Да, да, да. Да. Так как Диана победила не так уж давно на выездном конкурсе, по-любому ей будет интересно еще раз сразиться с Евгением. Снова Диана против Жени. Интересно. Ну, Дарья, ну подойди. Прорвемся. Бледного ловить. Ну, хоть он себе и понабирал приоритетных ребят, но тем не менее у меня были ребята, в которых я была вообще в принципе уверена. Как бы в победе были уверены. Мы хотим увидеть, на что способен каждый кулинар вашей команды. Поэтому готовить блюдо вы будете поэтапно. Один член команды готовит, все остальные болеют за него на балконе. Как только вы закончили свой этап, поднимаетесь на балкон и передаете эстафету следующему участнику вашей команды. И так, пока каждый не пройдет свой этап. Сегодня вы будете готовить популярную страву итальянской кухни. И все необходимые продукты найдете под коробками. Капитаны, поднимайте коробки. Стоит молоко, сливки, яйца, мука, базилик, шпинат, грибы, лук, масло, вино. Есть идеи, что это за страва? Лазанья. Лазанья. И пиццу можно зачудить тут. Нет, это не лазанья. Сегодня вы приготовите канелонию. Испанцы считают, что именно они выгадали эту страву и назвали ее на честь испанской провинции Каталонии. Насправді ж канелонию в 1907 році выгадал итальянский шеф Сальваторе Колета. Это популярная итальянская страва. Трубочки с тисто с разными начинками. Трубочка, типа японского роля, только макаронный рол. Ну макаронники, я тебе говорю, стопудовый. Когда я был в Испании, в Каталонии, все каталонцы действительно предлагают канелонию. Действительно они говорят о том, что это испанское блюдо. И честно, для меня сегодня было удивление, что это итальянское все-таки блюдо. Мы распределили процесс приготовления канелонии на 9 этапов. Запамятайте, а краще запишись в усі нюанси приготовления. Будьте дуже уважны, адже якщо хтось не завершить свій этап або почне робити чужий, ця людина отримает чорный фартух. Зрозуміло? Отже, уважно! На першому этапі ви маєте замісити тісто як на пасту та вімкнути духовку. Другий этап приготувати соус бешамель і розділити його на три мисочки. Перша потрібна для начинки, друга стане основою фінального соусу, а третя знадобиться для того, щоб полити канелоні перед запіканням. Третій этап потрібно підготувати овочі для обсмаження. Поріжте гриби і дуже тонко цибулю порей. Промийте шпинат і поставте нагріватися воду. Наступний, четвертий этап потрібно обсмажити гриби, цибулю порей і окремо шпинат. П'ятий етап приготування начинку. Змішайте сир з грибами, шпинатом та цибулею порей. Додайте одну частину соусу бешамель та спеції. Шостий этап розкачайте тісто на канелоні, наріжте його та відваріть. На сьомому этапі ви повинні сформувати канелоні, загорнути начинку відварене тісто. Восьмий этап підготовка до запікання. Потрібно натерти пармезан та моцарелу, покласти канелоні на деко, полити бешамелем, присипати сиром та поставити їх запікатися. На останньому, дев'ятому етапі ви повинні зробити фінальний соус. Для цього випарати вино, підсмажити цибулю шалот, базилік та додати трохи соусу бешамель. Також ви маєте зробити оригінальну презентацію. Ось і все. Ну що ж, а зараз капітане вирішить, хто за який процес відповідати. Тесто – це Женя. Второй етап идет тетя Таня делает бешамель на три, в три місечки. Поднімите руки, хто остается на первом етапі. Женя. Женечка. Вика і Женя. Просто мах волшебниц шоколадно-мучних изделий. Женечка доволіна такі, ну, Женечка, такий деликатний парень, він краснець-то, пусть займається, пацан. Отлично, остальне на балкон. Духовка і тесто заверну. Давай, Женечка. Три місяці моїми засті нахали. Женька, ми в тебе веримо. Все необхідиме для приготовлення канеллони перед вами. пацану. Пацану Нашего Женечку, ну, он у нас такой делегатный, и не надо его накалять, что-то сверху на него давить, потому что начнут руки труситься, и все, Женечку мы потеряем. Мы, кстати, круто замесили его, круто. Да, я знаю. Как капнуть олею туда? Я знаю, когда олею вливаем. Ребята, тихо, он знает, что делает. Нет, никакое дело, потому что это лишнее время. Сам Белл вечно как попугай. Мне иногда, знаешь, хочется взять тряпку и как клетку с попугаем его накрыть, чтобы он просто помолчал какое-то время. Потому что это... Именно я была первой. Мне хотелось всем показать, доказать, что я сильный игрок. Там Женечка, мальчик, стоит что-то с тисточком, мучечку ту перебирает. А наша Вита молодец. Пришла все, в машинку накидала, насолила, наперчила, включила. Давайте Виту отвлекать. Перемучили, пересолили. Вита, давай Королеву заспевай. Королеву, Вита. Вита, так. Королева, я сяду в скорый поезд. Я что-то кричал той Вите. Не хотела, чтобы она сбилась толку, не зробила тисто. Нет, там все кричали, я кричал. Да что вы сбиваете, что вы сбиваете. Красиво заверни. Все, хорош. Ложи, Вита. Побежала. Там же тисто зробила. Все, тисточку нам показала, там порастягивала его. Все, три минуты, тисто готово. Витуля берет палкозавра, ныряет наверх, у Танюши сверкают пяточки на низ. Второй процесс был мой приготовление соуса бешемы. Она говорит, я сделаю, там все будет чётенько. Быстрее! Молодец! Женечка! Ой! Самвел, самвел, давай, давай! Я помчался с Женей, чуть задержался, я бегом вилетел, взял, бегом сковородку на печку, туда масло в равных кокорствах с мукой. И начинал вливать туда молоко. Самвел, еще кидай муки, мало! Кидай еще муки! Побольше муки! Самвел, еще муки, а я думаю, а я таки уже хотел потянутся за ложкой, а он думал, а чё голос Оксаны, чё она мне каже, чё? Оказывается, Оксана в другой команде, она специально мне казала, положи еще муки, она бы вообще звернулась бы, там я бы не смог бы расколотить. Самвел, это не мы говорим! Что-что? Дыканька, не лезь! Так, дыканька! Ребята, помогите свою бешеную, либо мы вашу тетю Таню сейчас ликвидируем с площадки. Будете угрожать, я тоже буду угрожать, все! Молчи! Начинают кричать что-то нашей команде, вообще там, сбивать тетю Таню, когда они орали. Я поворачиваюсь, говорю, еще раз что-то крикнешь, будем решать по-другому. Ну, пригрозил так чуть-чуть, типа. Таня, молодец! Таня, молодец! Таня! 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 Татьяна является для меня музой, а как бы мою музу может поддерживать команда. Таня с тимсоусом от мойки до плиты, пять метров в расстоянии за секунду бегала, а значит шестнадцатка. Тут-дюсюди, наверное, так, короче, все круто было. Возьмите ложку и слейте его, покажите нам консистенцию. Огонь! Хватит! Еще чуть-чуть! Разрывай на три мисочки! Три мисочки и сюда! Танюша берет три мисочки, как надо. Выставляет вот эти, знаешь, наперсточки, я тебе говорю. Берет сито, процеживает через сито этот бешамель, я смотрю, консистенция просто огонь. Таня, молодец! Еле-еле, но я глянула на Самвела, он там что-то ковыряется. И я как рванула, где у меня эта сила взялась, через две ступеньки. Вылетала, вылетала. От того, что я первая прибежала, от того, что я сделал этих певцов оперных. Ой, Боба! Ой, бежит ко мне этот титаник, чуть не снислами. Я бегу вниз туда. Мою лук, грибы, лук-порей, перерезаю пополам. Серединку чуть-чуть достаю, она не вкусна. Крутое попадание! Витюня, я думал, ну там начнет орлякини что-нибудь. Нифига, берет порей. Фух, мохнатку оторвал, пополам разрубал. Рубанину такую начал мочить. Я, блин, боялся, чтоб по локоть там не продолжил, знаешь. И начинаю нарезать, нарезать, нарезать. Витя! Давай, Витюша! Тихо, пальцы, Витя! Сам был молодец, справился со своим заданием. Тоже соус в бешамель довольно-таки прихотливый, поэтому можно было его напортачить и три раза переделывать. Далее горе Маринка. На танкетках бежит Марина. Тихо, 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 тихо. Блин, давай уже, тихо, тихо. Тихо, тихо, добегает до этой плиты. Тихо, что делать? Такая, знаешь, вот, десятитонная, какая-то машина такая, что мне делать? Мне достался третий этап. Это нарезка. Нужно было промыть, обсушить шпинат, нарезать лук-порей, обмыть и грибы. Да ё-моё, что ты паришься с этими листами? Нарезать надо уже лисички эти, лук нарезать. Аттё, отложи! Марина Малёха втычила. Ну, оно было видно, как бы, у неё флегматичнообразные такие движения были. И она там, о-о-о, парень, привет! Посмотри, какие у меня красивые глаза! Белую часть отрезай, Марина. Выбрасывай всё. Что не нужно, выбрасывай. Да нет! Нет, нет, нет! Белая часть отрезает! Отрезает белую часть и откладывает. И начинает нарезать зелёные листья. Марина! Что ты делаешь? На что Марина говорит, я знаю в мусорку зелёную часть! Ты знаешь, окей. Вот это! Тихо, не извивайте меня! Я считаю, что нужно говорить тогда, когда человек что-то неправильно делает, да? А когда я делаю это по-своему, как я считаю нужным, то не надо кричать всё в один голос. Можешь его разрезать напополам, этот стебель? Да, да, сейчас я кольцами напополам. Что ты делаешь? Не надо! Тонко, тонко! Она нарезает кольцами белую часть, корень. Я смотрю, говорю, Марина полукольцами. Марина полукольцами! Марина не знает, что делать. Уже половину я нарезала этого порея. Думаю, ну, б***ь, разрежь ты её! Марина, два ряда положи и режь. Надо поставить лека. Марина, всё, режь, режь! Она быстрее так нарежит. Думаю, или я сейчас в неё кулер с водой запущу, я тебе серьёзно говорю. Или воду на голову вылью, чтобы просто остудить как-то. А Анка, она как дворняга. Она вечно подбегает и такая... Чё, 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 чё? Да что ты делаешь? Тут Диана проявила свою слабость, как руководитель. Она чего-то начала кричать. Самвел, Женя превратился в базар и это начало реально сталкивать. Марину с рельс, она... А-а-а, вот эти выпученные глаза свои, как у скумбрию. Всё, отлично, Марина. Молодец, погнала, погнала, режь! Помой шпинат. Витя, не жмак его съешь! А полотенцем, брат, ты! Полотенцем! Сдели полотенце и положи его! Вот так! Х**, мать! Машу мать! При этом же я вбиваю этот соус, третий, который был у нас. А Эктер же сказал, три мысочки разделить это бешамель и чтобы она была. А у нас уже две его получаются. Витя цепляет и переворачивает миску с бешамелем. Бешамель был четко распределен внутри миски. То есть все три миски были необходимы для разных этапов. Это Витя! Кого вы слали? Витя! Витя! Они на меня кричат, все. Титане меня там начинают обзывать, я нервничаю. Не знаю, что я сделал, уже все, думаю, проиграли. Логически можно понять, что они разобьют из двух тарелок три все-таки сделать. Ну, думаю, такое у них будет жлоб, жлобски смазанное все. Блин, хорошо, что у нас бешамель не был в одной миске, реально. Я бы с балкона бы полетел, цепился Витя бы в горло и начал бы рвать просто. Потому что, я думаю, не один бы такой был бы. Титане бы полетело бы раньше меня, наверное. Он бы мне этот бешамель языком вылизывал. Сейчас у него все упадет. Мне начало бочку катить, я сам не знаю даже почему. Я же не специально его пину. Он сейчас еще уходит. Все, хорошо, Витя, не спеши, я тебя прошу. Вот те вот две части разделим теперь на три. Тут мы понимаем, что тетя Таня наварила вот такое ведро этого бешамеля. Значит, ну, побогатому, я сказал. И все огонь. Мы понимаем, что хватит нам этого соуса. Давай, блин. Что сделала? Да. Витя, давай таки биг, ты шаги по два с половиной метра, оп. Две секунды, Витя уже на балконе. Леха побег. Я гляжу, как бы команда отстает чуть-чуть. Марина там порубанить и не успевает. Парей нарезала грибы. Хорошо. Цебулю пореет. Она его рубала такими именно по локоть. Знаешь, такие. За три удара руку подрезала. Такой лук нарубала. Грибла и грибы ложишь. Давай, режь, 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 режь. При этом, при всем, когда она услышала, что она крупно рубает этот лук порей, она мега ювелирно порезала грибочки. Да не сильно ты кромши, господи. Да не сильно. Марина. Да не маю воду поставить. Воду поставь, Марина. Воду поставь, чтоб кипела. Воду поставь, чтоб закипела. Вместо воды в эту кастрюлю почему-то положила масло. Не выкидывай. Нет, нет, не выкидывай. На оборотку положи масло. Масло к маслу. Марина, масло к маслу. Она бежит с этим маслом, пытается его выкинуть в мусорку. Мы орем, что Марина не выкидывай, потому что нам потом может этого масла не хватить, поскольку у нас много процессов, а кладовые у нас закрыты. Тот кусок, который нам дали, он нам на весь процесс нужен. Да что ты делаешь? Там написано, что тебе не в оборотку под столом. Ребят, все, замолчали. Пусть делай, как делай. Масло не выливай. Без масла. Я на секунду даже подумала, что она спецом это делает. Это все, естественно, зависит от IQ человека, понимаешь? Мне кажется, у нее он маленький, этот IQ. Я хотела масло вылить, они мне начали говорить, перелей его там в сотейник. Я начала искать этот сотейник, что тоже время заняло, перелила его и налила уже воды, поставила на огонь. Самый простой процесс. Просто нарезать и поставить воду. Ну ничего, с горем пополам уже давай, быстрее заканчивай, поднимайся наверх, потому что все уже переволновались, у всех уже три инсульта, два инфаркта. Дима, давай, ты больше не тюлень, ты ласточка. Что вы мне кричите? Я воду хотела ставить, и с маслом избили. Зачем? Я справилась со своим заданием. Хорошо. Просто, я думаю, дивлюсь на ту команду, там еще третий процесс заканчивается, дики, нас уже четвертый, все там шпинат, вино, шпарим, его промокнув в вид жиру, ну, окая бомба. Леша, снимай его вообще. Попробуй, попробуй грибочек. Леха, оставь именно в сковородке, оно сейчас не должно быть до конца, готовь. Все, дожарил дальше лисички с пареем, аккуратно маслица придержал, выложил все. Я еще, помимо того, что готовил, я еще успевал как-то с стола чуть прибраться, расставиться, повытирать, ну, чтобы чистенько было все-таки, это кухня. Готовь, не стой, следуй, быстрее, Леха, возьми палочку. Схватил палочку, и я уже наверху. Милан, давай! Синяя команда нас уже обгоняла, по-моему, на два процесса практически, там уже у них Милан смешивал начинку, а у нас только Дима, по-моему, пошел жарить овощи. Поехали, сковородку. Давай, чудовище, действуй! Но, поскольку я понимал, что мы уже отстаем, я начинал делать все быстро. Я собрал все оставшееся масло, вот это вот, которое, слава богу, не вылила Марина в раковину. Я его вылил на сковородку, и вот высыпал в одну лук-порей, в другую грибы, и в третью надо было обжарить шпинат быстро очень. И вам на кабаку, на кабаку! Пипец! Ты что, ты, что ты делаешь? Сто судина! Да подождите, там много, оно плохо жарится. Много не жарится. Я старался отсыпать этот крупный лук в урну, да? Марина лук так нарубала, что у меня бабуля лагиднейше все рубала буряк кормовый свиням своим. И там были крупные, вот, очень, они не прожарились, а мелкие прожарились хорошо. Дима, беги! Все, Дима, беги! Дима, беги! А тут полетел! Ребята, давай быстрей! Осталось 15 минут, Милан! Убирай сито просто! А не скреби, Милан! Да, да, сито убирай! Милан Берситл. Елузит этот порожек, чтоб не было комочков. Кидает туда начиночку, ту, что пожарил Алешенька. Доводит до вкуса. Начал уже это все перемешивать. Очень быстро мешал, очень быстро, потому что понимаешь, что время тут реально на скорость. Кто быстрее будет справляться с процессами. Время, Милан! Милан, время, хватит! Я опять же забегаю быстро на балкон, передаю стафету Оксане, и все. Диканька! Диканька, давай! Мы, что получается, мы впереди, сегодня команда, там уже наночили целый век, а что начинается моя черга, я хватаю палку, бежу уж, думаю, сейчас называется бігать, умею, почну перше бігти, там буду стараться. У меня не было в голове, что я совсем с ним впораю. Думаю, что ты можешь! Не бойся, аккуратно, все! Включила минимум? Включила! Ставь! Успокойся! Да, да, не нервничай! И толкай, толкай! Все! Все же на месте! Все на месте! С самого начала я взяла, в принципе, всевесуять насадку для раскатывания теста. У меня не получилось, я не знаю, чего, но не получилось. Может, из-за того, что они с балкона все кричали, Оксана, быстрее, Оксана, там всевай, тягни там, то я не чах, тягни, убери тем. Не извиняюсь, я это все знаю, зачем кричать? Иль, по вальсу с кухонной машиной, давай ее смыкать туда, браво, ну нос она вертела ей. А нос-то не влазит, это же тебе не буратино, правильно? Смотри, крутятся! Крутятся! Не кричите! Тесто бери! Оксана, сделай нужную толщину! Не, не крутится оно! Я уже и так убрала студова, уже не знала, честно, что делать. У меня, называется, в ту минуту началась истерика, что у меня ничего не получается. И, может быть, я, в принципе, в тот момент чуть-чуть опустила руки. Далее вы увидите. Добавь скорости! Скорость добавь! Тесто, тесто, поганное, тесто! Оксаночка, если у тебя ручки не оттуда растут, то при чем тут тесто? Бери палку, забегай, говорит! Ну, дура, и все. Анечка, хотя бы отдели их, если можешь. Я просто поняла, что если я сейчас буду разрезать, они просто превратятся в разбитые яйца. Три, два... Дегай оттуда, уходи, уходи! Рты закройте, я с ума знаю! Время, стоп! Бархатный вкус покорит все ваши ожидания. Территория гурманства и эстетики отныне открыта для вас. Спонсор проекту Кава Мелита. Мелита. Кавово населудо. ВИДИВИТЕСЯ МАСТЕРШЕФ Учасники распределения на команды поотапно готуют відому итальянскую страву канелоні. Половина часа уже минула. Команда червоних відстает від суперників на кілька процесів. И якщо в синях Оксана швидко розкатает тесто, цей розрив значно збільшится. Покажи, что не можешь! Не бойся, аккуратно, все! Включила минимум? Включила! Ставь! Успокойся, приди в себе! Не нервничай! По чуть-чуть! И толкай, толкай! Все! Все же на месте! Все на месте! С самого начала я взяла, при принципе, всувать насадку для раскатывания тесто. У меня не получилось. Я не знаю, чого, но не получилось. Может, из-за того, что они с балкона все кричали. Оксана, быстрейше! Оксана, там всувай! Тягни там то, я не чах! Тягни, убери тем! Не извиняюсь, я все знаю, зачем кричать? Иль, по вальсу с кухонной машиной, давай ее смыкать туда. Ну, нос она вертела ей. А нос-то не влазит. Это же тебе не буратино, правильно? Смотри, крутятся! Крутятся! Не кричить! Тесто бери! Оксана, сделай нужную толщину! Не, не крутится оно! Я уже и так убрала студу, а уже не знала, честно, что делать. У меня, называется, в ту минуту началась истерика, что у меня ничего не получается. И, может быть, я, в принципе, в тот момент чуть-чуть опустила руки. Выхожу я, и я понимаю, что у нас осталось очень мало времени. Мне надо эту начинку сделать просто вот в минимально короткий срок. Ангелина, поторопись, давай, мешай, пробуй! Все, быстрее делайся! Я беру кусок творога, начинаю его через сито протирать. Ангелиночка, давай, давай, как за родину! Как будто от ментов убегаешь! Давай быстрее, Ангелина! Баба огонь согнула ложку, бля! Ангелина мяла эту начинку, когда перетирала творог, она ложку согнула в две части. Это все, это хрупкая маленькая девочка, портит оборудование. Эй, все, вори, вори, вычищай, давай, прослежь, миска! Все смешала овощи с соусом, потом добавила туда этот творог, перемешала. Готовую начинку оставила и побежала передавать эстафету дальше. Скорость! Нет, не крутится! А крутится воно там все, будто Оксана тикала-тикала, тикала-тикала в ту дырку. Коя не крутится, мы, каим, та крутится там все, тисто відривай уже. Понятно, и злость, и кипиш, когда-то все происходило. Я не знаю, каким матом крикнуть вниз, чтобы Оксана раздуплилась наконец-то. Крутится! Та не крутится! Потому что диканька олень еще один. Что-то может она там, где она живет в селе, по-сельски делает, да, там, на печке или там на костре. Но тут же другая совсем высокая кухня. Тут хорошая техника, тут и дорогие ингредиенты. Надо думать, что ты делаешь. Давай, давай, умничка! Обожаю, когда такой адреналин. Я за секунды преодолела барьер со ступеньками. Миску убирай. Молодец! Бросай, бросай, там ничего не смотри. На медленную скорость. Не вбивайте человека! Стремляй! Все, она сама все знает. Пошло? Пошло, молодец! Я комбайн зарядил. Что-то тесто, вода горит, все мне хорошо. Давай, тесто оторвал мягкий. Ничего, слепим, запихнул. Все прокатилось, вид. О-о-о, хорошо. У нас все красиво, молодец. Мукой перетрушивай его каждый раз. Молодец, да, муки посыпай. Молодец, хорошо идем. Давай, молодец. Порезай. Быстро сварил. Вари, так, чтобы оно всплыло. Быстро маслом перемазали оливками. Убежай. Молодец, следующий. Нагнала этот целый процесс. За секунду все слепило, можно сказать, и убежала. Народ просто неистовал на балконе. Он обнимал меня так. Викуля, ты супер, супер, супер. Вот я сейчас говорю, у меня мурашки, как они радовались за то, что я помогла догнать. Мы понимаем, что мы отстаем. Мы же их опережали на больше, чем полтора процесса. И Оксана только начинает отставать с пленки, в муку опять. Начинают эти кусочки. И это все так, знаешь, как сонная муха. Скорость. Добавь скорости. Скорость добавь. Дюха, добавь скорости. Держи тесто. Диви. Оксаночка. Тесто идеальное. Если у тебя руки не оттуда растут, то почему тут тесто? С тесто тоже я начала тупить, потому что на меня все напали. Я впевнена была, что они там меня, как я поднимусь на балкон, убьют. Зъедят и не знаю, через балкон, из балкона выкинуть. Хоть там валяются. Дерявится, слажу еще раз прокату быстро. Да, жену увеличь, Оксана. Увеличила. Как начало уже тесто получаться, я, в принципе, обрадовалась, потому что что-нибудь в моем этапе я смогла сделать вот тесто. Но они все равно кричали, как искажение. Были впереди, а стали сзади. А седьмой этап бегает Ваня с трубочками. У Вани задание сделать эти рулетики, завернуть начинку в тесто. Завернуть это все так, чтобы это не распалося. И начинки побольше ложи! Я маю завернуты, все! Ой, ебану, мать! Ваня, Ваня, оттам, оттам! Что он мне сказал, я не знаю. Вот таке было. Ваня, ваше, ваше, ваше! Вот так гавкал на меня той Ваня. Ванька погавкал, 2 минуты, и он уже вернулся. Потому что там трубочки крутить, извините, чей, чей не работает. Закрутить готовое тобі тесто и кинуть готовую начинку. Честно, как я все это делала в свой этап, я не заметила. Честно, я этого не заметила, что красная команда пошла вперед. Я заметила, что они уже все закручено лежит. Я, честно, была в полном шуте. Оксана, то что есть, свари! Три даже! Оксана, забегай сюда! Доставай это ты забегай! Доставай то ты забегай! И забегай! Кусок теста, кидай! Кидай его! Все, бери палку, забегай, говорю! Кинято тесто и убегай! Ну, дура, и все! Ну, там надо! Листа пасты хватит, уходи, кинула, ушла. Она начинает там раскатывать третий. Оксана, бери палку давай наверх! Понимайся! Я говорю, нам два будет! Полетела в Апошина! Баба Таня, кысь! Вот вечно она. Специально стала, ты понимаешь? Давай спускаться вниз. А у меня Баба Таня стоит на проходе. Я не могу эту бочку перейти, потому что если стоит Баба Таня в проходе, то мимо никто не проходит. А я еще прохожу, мне показалось, что она меня еще так припечатала нормально. Он видел у меня царапины? Там Баба Таню отбегала. Преграды. Типа она прочитала. Молодец! Три-три-три! Смотри, отцу, умничка! На восьмой этап нужно было это все выложить в противень. Противень я промазала оливковое масло. Шнеля, шнеля, шнеля! Выкладываю туда эти рулетики, посыпаю их сыром большим количеством. Товарищи, у нас семь минут, быстрее! Семь минут, давай-давай-давай! Там Никита, он быстро будет делать. В этапе Оксаны произошел некоторый сбой, и красные вырвались вперед четко на один этап. Выложил два пласта теста, выложил начиночку, завернул, обрезал края, постарался придать им округлую форму. Форму, и все, скачет Ярик. Ярик, скачи! Никита, молодец! Тише, тише, все, огонь. Мой этап как-то проскочил настолько быстро, что я сам даже не понял, что произошло. Давай-давай, Ярик, беги! Ярик, у тебя две минуты! Тут Никита подбегает, давай, короче, давай, дай мне эту эстафетную палочку. Я бежу, короче. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Сыра в ногах не бывает. Палочку бери! Погнали! Погнали, девки! Ярика была задача, как натереть пармезан на терке, моцареллу на терке, смешать это с бешемелем, попробовать, чтобы все было порядочно и сверху изложить структуру. А, Ярик, кусочек тот, чтобы не шел. Стоп, стоп, стоп. Хлопец из села, там, коров на плечах тягал, там, не знаю, там, свиней ломал. Я не за руку прижал, за терку боялся, что он реально сейчас той же самой моцареллы, он ту терку в отверт, погнёт сломать. Молодец, обратите. Моцарелла, рез, рез, рез. А, о, всё. Ярик, красавчик, давай. Всё. Кладу цей канеллони, поливаю соусом. Несу, ну, возлебайте. Дивлюсь туда, там уже 5 минут остается. Я бежу, я клоу, что я не знаю, по полям. Добегаю на балкон, капитану передаю, накажу. Пока я казал ему, Жене, извините, что не так, он уже повертаюсь. Дивлюсь, он уже внизу, около плиты, там уже цибульку реже на соус. Давай, Янечка, давай, давай, зайка. Ане нужно было достать это всё из духовки и сделать так же соус на основе вина. Вот, соусом, в принципе, она быстро справляется. Аня, давай, ставь это, вытаскивай презентацию, начинай. Женя, Женя! Быстрее, быстрее, бро, бро. Помолчите. Так, временем. Витя, помолчи, Витя, вот сейчас поршу, помолчи. Женя такой вот, он включает какой-то режим терминатора, бледного ловит, как мы там говорим часто. Выходит такой, молчит, всё чётко, там, туда-сюда, вот робот такой, оп-оп-оп, всё делается. Мы в тебя верим, Женька, давай. Давай, Лено, давай. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ты делай презентацию, я такая, торты закрою, я смогу знать. Анечка, умничка, давай, давай, зайчик, давай. Фартуком давай выкладывать на тарелку, думаю, ну пусть она уже сохранится, будет как такой, такой пирог. Анечка, хотя бы отдели их, если можешь, отрежь их друг от друга. Я просто поняла, что если я сейчас буду разрезать, они просто превратятся в разбитые яйца, понимаешь? Женечка, всё нормально, не переживай, Жень. Там меня что-то малёхом армеладе, я тебе... Жека, не лови бледного, давай. Да, нормально, нормально, Женя, нормально. Так, Франкенштейн, собрался. Кричат мне за балкон. Черри, клави черри. Четыре, три. А мне нужно ещё на балкон долететь, понимаешь, на крыльях любви. И я дура, дебилка, я беру эти черри, я мою и ставлю два помидора. Два, Женя, забирай флажок. Один. Отсюда уходи, уходи. Ань, нормально. Анька, уходи. Время. Нет. За линию уходи. Ань. Стоп. Ура. Пропустите. Пропустите. Давай. Молодец, Анечка, умничка. Лёнь, я тоже к вам гадю. Ну, что ж, червона команда, будь ласка, перейдите своёю стравою. Чё вас надихнуло на таку презентацію? Капитана. Италия. Да. А у нас кусок силикона, который заплыл моцареллой. Ви вважаете, что саме так выглядит ця страва в Италии? Ну, оно всё вместе, вы забили, чтобы было аппетитно и красиво. О, красиво! И каннеллони, Италия, которую я обожаю, сделать такую презентацию. Я понимаю, что... Я понимаю, что у меня сердце вот так вот. Кто робил финальный соус на презентацию? Мені подобен цей соус. А лавино нужно было больше випрати. А это что? Порей. Да. Вы считаете, что цепуля порей має бути порезана такими шматками? Да. О, и снова величезный шмар цебулей. Кто натерав сыр и ставил каннеллони до духовки? Я. Вы додали дуже багато сыра. Через цей вся страва не порастиклась, а по тарелці. Спасибо. Вам спасибо. Да, Ектору не все было так плохо, да, ну, мы все видим. Когда Ектору не нравится, он кексами кидается, как футбольным мячом. А тут у Ектора, в принципе, было хорошее настроение. Марина, я так понимаю, что вы, да, резали овощи. Если вы нарезаете очень мелко грибы, то вы должны точно так же мелко нарезать порей. Время приготовления очень сильно зависит от размера продукта, который вы кладете выпекаться, запекаться, отвариваться и так далее. Так как у вас было ограниченное время, вам нужно было эти кусочки нарезать хотя бы одинакового размера. Мой вердикт такой. Хотел бы попробовать в вашем исполнении каннеллони не с начинкой из лукопорей. А с грибами, ребята, с грибами. Грибов я не чувствую. При этом лук полил совершенно сырой. Спасибо. Женя, со своим блюдом, со своей командой прошу вас, пожалуйста, подходите к нам. Синяя команда, да, честно, смотрю на их савдеповские розочки на тарелке. Лучше бы они их целыми положили. У нас с этими помидорами еще у меня какая-то борода. Что они напортачили, что мы напортачили. Расскажите, Жень, как вам сегодня работалось с этой командой? Чутенько работалось. Не, ну чуть-чуть, конечно, запыханные забегали, но а так проблем не было. А кто делал соус в конце? Я. Что хочу сказать? Хотелось бы, чтобы он был похож на соус. Он должен быть гораздо более жидкой консистенции, конечно. Это не соус, это какое-то пюре. Вы не переварили тесто. Оно держит хорошо форму. Единственное, что вот помидоры, таких презентаций уже давно-давно никто не делает. Это ушло в прошлое. И сейчас, если бы мне принесли такое блюдо в ресторане, я бы не поняла, если честно. Розочка, это вообще шедевр кулинарии. Я тебе говорю, маханули мне, блин, по этой савдепи. Нужно работать над презентацией, Женя, и ни в коем случае больше такое не приносить. Хорошо? Мне уже, в принципе, с каждым конкурсом становится понятно, что они не хотят этого видеть. Наверное, больше и не увидят. По крайней мере, от меня. Вы обжаривали овощи, да? Не, обжаривал овощи я. Алексей, ну смотрите, я вижу, что здесь довольно-таки крупно нарезаны грибы. И мелко нарезан шалот. Леша, именно потому, что вы так сделали, лук приготовился, он не сырой. Грибам нужно гораздо меньше времени, чтобы приготовиться, чем луку. Поэтому сделан этот процесс правильно, и мне нравится то, что вы сделали. Сыне команды. Это, что вы порезали под кутом, больше напоминает на лесник. Ваша страва надзвичайно деликатна. Как на меня, пармезану та моцарелли замало. Втім, страва смачна. Как бы вы довели до конца усі процесы, канелоні вийшли бы идеальными. А так, у меня есть вопрос. Ну что, канелоні под защитой помидоров, напоминающих святые хищники. Начинка. Нежный. Творог довольно-таки приятный на вкус. Грибы чувствуются. Это хорошо, это мне нравится. Но у творога не хватает сучи, не хватает специй. Синя команда все равно была хуже блюда. Вот, потому что у нас она смотрелась именно вкусным. У нас было всего много, от этого сыра много. А это все обильно было. И у них там три блина каких-то лежат на тарелке. Ребята, вы не блинчики готовили, че вы сюда приперлись? Вот вы вселили в нас вот эту искру надежды, что мы все-таки в вас не ошиблись. Это приятно. Да, вы допустили ошибки, но они не были грубыми. Это меня убеждает в том, что вы можете сделать работу намного интереснее, намного ярче. Нет, ну конечно, услышать то, что вы, Малеха, поярче, чем вчера, было просто, как знаешь, ману, то спустилось хоть наконец-то там-то. В обоих команд есть процессы, которые выполняют надзвичайно хорошо, и есть ошибки. Но есть команда, которая, на нашу думку, упоралась надзвичайно хорошо. Это команда. Команда, команда. Думаю, блин, ну скажите уже быстрее. У меня же ноги трусятся, руки трусятся. Мы все там бледного поймали, стоим, дрыжим, блин, ну. Команда. Все начали прыгать, мурашить всех, обнимаются, целуются. Такие стики драйвов, стики эмоций, стики каризмы, сразу чуть голова не лопнула. Я вот этот вот крик за спиной, этот адский ор, этот вот соус победы, фейервер. Я улыбалась, было было. Мне так хотелось тоже попрыгать. Хоть к ним, беги и прыгай вместе с ними. И я не считаю, что эту победу можно засчитать как один-один. Когда мы их обогнали на косарь гривен, вот это мы победили. Ну, а это такая фигня в домашней обстановке. Пусть радуется мелким победам. Команда сыних, витаю вас. Капитаны, скажите, кто найкраще упоролся с завданием? Алексей. Алексей? Спасибо. Он назвал меня лучшим, значит, я этого заслужу. Ну, а что ж, Алексей, в наступном конкурсе вы отримаете приемный бонус. Спасибо. Ну что ж, синяя, на этой хорошей ноте на балкон. Пойдемте, пойдемте. Молодцы все, ребята. Ничего, видишь, бледного не надо ловить раньше времени. Жека, это еще не конец. Диан. На вашу думку, хто був найслабшим гравцем команды? Марина. Потому что ее задание было порезать овощи и дать им нужную форму, чтобы они почувствовали себя в камелоне. Марина, вы согласитесь? Не совсем согласна. Моим заданием было порезать овощи мелко, да, как бы, чтобы они могли прожариться. Но прожаривал овощи у нас Дмитрий, он шел после меня. То есть я нарезала, он потом прожаривал. Все-таки нужно было попробовать эти овощи, сыры они, или проведена прожарка до конца. Просто ты очень мелко порезала грибы, а лук-порей ты нарубала. Я понимаю. И там уже просто, я уже его столько жарил. Пыталась свою вину сразу переложить на меня. А я хотел сказать, дулечки тебе, осьо, осьо, осьо. Если бы я вообще швыронула тот весь лук-порей, так у них бы этот парей и смился бы ночью сегодня. Ну что ж, капитан приняла решение. Марина? Ну, зніміть ваш парток. Вы доведете свое право быть тут на битві найслабшей. Дивіться далі. Хрестовый похит за продуктами. Руки, руки, руки. Это начался как бы так продуктовый хаос. Что мы делаем это? Тут того кусает, тут там вообще нахребетяну сигану. Систи нахребетя сюда. Жнева по-мастер-шефовски. А ну там хоть бьется. Самый муку рабить. У меня ж ручки под цей заточены. Або как догадить украинским хлеборобам. Сейчас мы работягам такого урагана продуктового пустим. Природа, село. Честно говоря, было очень интересно. Красота, пшеничное поле, село, яблумивка рядом. Нево голубое. Пастер-шеф! Пастер-шеф! Здравствуйте! Здравствуйте! Сейчас рядом со мной нет ни Николая, ни Эктора. Но это не потому, что они выходные или прогуливают. Так хорошо, что их не могут. Сами девчата сегодня будут. Дело в том, что сегодня особый день в жизни тех, кто занимается сбором пшеницы. Это начало сбора урожая. Это очень важный и ответственный день. И мои коллеги с самого утра помогают собирать урожай в поле. Вон они едут! Мне стало сразу интересно, кто же за кормом цього комбайну, а? Який такой сильный мужчинка. Ну, кто бы мог подумать. Конечно же, Николай. Тут едут таким и кола с Эктором на кейсе, на таком здоровье. Едут таким, махают нам так ручкой. Привет, мол. Круто! Прежде чем вы начнете готовить, я прошу выйти к нам, Алексея. В предыдущем конкурсе Женя назвал вас лучшим. Поэтому вы получаете право набрать себе команду. Какой цвет фартука предпочитаете? Синий. Первыми качествами, которые я выбирал людей, это те люди, которые мне симпатизируют. Не в плане даже того, что они могут и как они могут. Команда. Женя Злобин. Неожиданно. Милан. Еще один сюрприз. Ярослав. Никита. Никита. Ну, каждый хочет видеть у себя в команде Никиту. Никита. Сильный. Языком официантам работать, видевляться рецепты шеф-поваров. И ни хрена не могу ни презентации делать, ни черта готовить. Леша, так не честно. Не честно. Набираешь самых сильных поваров. А у нас сегодня ничего не останется. А у нас мужиків не останется. Вин, як мужчина, якому, извиняюсь, 50 год, ци синий мод, він поступил по-свински. О, так не честно. Вин набрали самых найкращих поварів. Адекватное вообще? У тебя мозги есть? Соберись, тряпка, понимаешь, и скажи, я буду лучше. Ребятки, так, не причитайте. Нормально, порвем, как тучи грелку. Вита. Моя золотая. Спасибо. Татьяна. Я думала стоять. Лешка, ну какая нафиг Татьяна? На прошлом командном конкурсе эта Татьяна половину просидела. Да, я понимаю, женщине 60 лет, надо проявлять уважение. Но он мог бы взять все-таки поэнергичней человека. Я понимал, что я попаду в синюю команду, но мне не очень сильно хотелось туда, в синюю команду. Просто понимал, что они против друга не будут ласковать. Прогласно либо против меня, либо против Титани. Уже когда вот последнего выбирал, я как бы посоветовал как бы выбрать там Ангелину. То, что ну понял, что как бы работяги, да, нужно какое-то свежее городское лицо. Ну как бы, чтобы соответствовать нашей выдаче, как бы, может там нашвырять по-красивому, там, тра-та-та, там, где-то приподнем, вообще огонь. Самвел. Ну, он выбрал Самвела. Ну, может подумал, что в колхозе оперы нет. Что нежной страстью, как цепью я прикудеться, прикован. Какими были мы на старте. Камния книжка, ясный, как день. Леша. Начал набирать свое стадо. Тетя Таня. Тетя Маня. Тетя Клара. И в собачий последний голос. И он выбирает Самвел. Я не хотел. Самвел такий стоит, носом все крутит. Ах, ты думаешь, падло носом крутишь ты. Тебе в элитную команду набирают поваров, а ты тут стоишь хмукаешь, блин. Все, кто остались, вы, соответственно, красная команда. Забрали всех пацанов, оставили им самых стойких. Женечку, Димочку, депутата собачьего. И Ванечку, царочка Ванечка. Ну, думаю, блин, самые четенькие остались. Хай, хай, что хочет, то и робит, думаю. Команда, которая осталась, я посмотрела, думаю, девчата, ооо, думаю, не-не-не, сори. Как я рада была оказаться среди парней. Ну, девчата, ну, давайте там склочничайте, трендите друг на друга. Думаю, господи, я самая счастливая сегодня буду. У нас была женская сборная, но они не пальцем деланы, они тоже сильные, чего стоят только Диана, Аня. Они, девочки, так, бойкие, еще дадут отпор всем этим мальчикам. Дивіться далі. Хай, аааа! Открывайте! Крестовый похит за продуктами. Руки, руки, руки! Начался, как будто продукт лыхал. Что вы что, что вы что? Так, а ну пошли. Вы что, больные? Вот того кусает, то там вообще накрепить оно сиганует. Диви, ты нах** отсюда. Жнева по мастер-шефовски. Оно там хоть бьется, а то подумаешь, что я как-то вью, блин, не так. Самый муку рабить. Видишь, ручки под цей заточены. Або як догадыти украинским хлеборобам. Это Таня. А, что Таня уже на все забила, я смотрю. Вправиться, вправиться, все начище. Ну я начинаю понимать, что это все такая, знаешь, как наигранность. Дизнайтеся за кілька хвилин. Звертайте увагу на якість ингредиентів страв. Адже органічні продукти – запорука здоровья. Спонсор проекту – торгівельна марка «Щедро». Смакуй щедро. В эфире грандиозна кулінарна сага. Здравствуйте! Цего разу учасники опинилися посеред пшеничного поля, на якому готуватимуть свої страви для украинских хлеборобів. Капитан синях Олексій Кислов забрав до себе команду майже всіх чоловіків. Тоді як червоним лишилися переважно семі і дівчата. У нас була женская сборная, но вони не пальцем делані, вони тоже сильні, чего стоїть только Діана, Аня. Они, девочки так бойки, еще дадут отпор всем этим мальчикам. Выберите себе теперь капитана. Вика, пускай будет капитаном. Вика капитаном предложила сама себя. Я очень сильно поддержал это предложение. Поскольку Вика, она такая очень четкая, очень педантичная. Сьогодні, в перший день сбору врожаю, вам выпала честь годувати справжні хлеборобів. Щучня, естественно, большой ответственности. Потому что очень хочется накормить людей, которые тяжело работают. Их вкусно хочется накормить. И чтобы они, естественно, проголосовали. А для этого нужно очень стараться. Сердце так еще быстрее начало любиться. Ты понимаешь, что тебе придется сделать, ну, что-то такое вот, чтобы они, когда ели это, чувствовали дом, теплоту, уют. Их будет 70. Семьдесят. Семьдесят? Господи, это сколько ж надо? А меня ж, Лешка, сто процентов поставит на выпечку. Сколько ж это надо выпечки? Мне бы всех бы хотелось покормить. Всех. Без исключения. Сейчас мы, я говорю, работниками четко все наворотим, там такого урагана продуктового пустим. Просто. Выгодуватимете велику кількість людей. Власними руками ви будете боротися за кожен грамм борошна. И зверніть увагу, коли будете складати меню. Адже всі ваші сьогоднішні страви мають бути з тістом. Інакше ми просто не дозволимо їх подавати. Я ненавижу тесто или выпечку. Я не хочу з этим даже просто принципиально работать. Но, как всегда, мне везет на епл. Но это еще не все. Обратите внимание на ваши футгорки с продуктами. Чего не хватает? Муки нема. Правильно, там нет муки. Но? Муки? Угу. Борошно ви сможете отримати лише власними руками. І в цьому вам допоможуть навички наших предків і технології 21-го століття. Как я живу, чесно, в слове, я не бачила, як це все діле. І, чесно, на діло, знаете, скосили поле, повезли кудись, привезли муку, чесно. А як його змолоти, як його збирати, як вони там… Я і цього всього не бачила. Саме муку робить. У мене ж цей. Ручки під цей заточений. Ну, думаю, прийшов сюди, так буду, конечно. Що хочеш буду робить. Сейчас мы покажем вам, как наши предки превращали вот такую пшенецу в муку. Вот такое молодило. Николай в роли хлеборова, конечно, шикарный. Мне кажется, все бы доярочки за ним бегали в селе. Все село бы стояло в очереди за хлебом к Николаю. И вот, что у вас получится. Мука. Потом нужно будет отделить зерна от плевел. Ведро с водой. Мы кладем туда нашу пшеницу. Она опускается на дно. А плевел мы с помощью сита очищаем. И вот он результат нашего труда. Но это еще не все. Когда вы получаете зерно тем способом, что продемонстрировал Мекуна, его необходимо будет просушить в духовке. После этого, за допомогою насадки универсальный подрібнювач, вы перетворите пшеницу на чудовое борошно. Вот, видите, очень быстро и качественно. Далее, вам остается только просеять борошно крез сито. Боже, мне хватило ужаса. Да даже мне кажется, суток не хватит, чтобы это нормально сделать. Вот первый вопрос, который меня волновал, сколько времени нам будет позволено владеть этим полем. На выполнение всей работы мы даем вам... Три с половиной часа. Спасибо. Спасибо, Николай. Ну что, готовы к роли хлеборобов? Да. Тогда время пошло. И только наступая в момент слов «время пошло», люди выключают все свои качества и включают просто животный инстинкт. Колонечки, 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 давай. Там тестостерон, тут эстроген, с двух сторон этот дурдо. Яйца, вы мне свои команды хватает яйца. То, что я взял, я считал, что на первом месте, по моему мнению. Потому что, извините меня, это дрожжи, это и распушивать штиста. Что, мяса хватать, если основное задание из теста? Блин, и яиц так мало. А Женя такой перешел, Оксана, так ты пока яйца хватала. А я, я комный такой, взяв распушивать, дрожжи взяв. Женя, идиот, я скажу, извиняюсь, тут в семью тебя заехать. А он, знаете, он справился, он справился самое необходимое, как мне сказали. Руки, руки, руки. Это была война, это была жесткая война, как всегда. Забирайте лук. Пошел, больные. Так, а ну, пошел. Тот того кусает, тот тому вообще на хребетину сиганул. Я не знаю, что конька-горбунька обнаружил. У меня такого именно в развитии. Да, Оксана, забирай, беги под нос, бегу вместе на нас. Да, думай, на поднос не все смят. Конька, Витя, ты сейчас мусти, скажи. Ты, зайдишь ты на хребет отсюда. Что вы делаете, а? Тут диканька бежит, так а с яйцами бежит. Я говорю, дай яйце, а она ка я не дам. Я говорю, давай яйце по-хорошему, бо заберусь. Ну, як це без яйц мы останемся? Вас уже там ела, так и хватит вам. А мне кричит Ярик, сам Бел, сам Бел, иди яйца. А я ж побачила, думаю, у него диканька хоча выращаться. А я подбег до него, я поделился честно. Я не, это свинство. Это некрасиво, даже людям будет дивиться некрасиво. В тот момент уже нельзя было ничего остановить, решить, потому что начался какой-то продуктовый хаос. Вот это вот реально. Давай сюда. Переслевки забирайте в холодильник. Лед наш. Вика, вика. Вот, а кто есть? Тоня лежит такая, знаете, это называется холодная больная женщина. Який 60 год? Держит, я вам в лавшоке, держит нашу такую корзину, ящик с завищем, и так отягнет. А-а-а, не делай это! Ты чё, ты чё, что? Ой, Господи, декари. Начинается битва гладиаторов в виде Татьяны и Дмитрия. Пошел в гору! Что ж накрою? Она подлетела и всем весом напрыгнула на меня. Я чуть не переломался. Понимаешь, грыжу ж можно было заработать, просто. Как ваш Витя делал? Пойдемте, я к твоему Вите. Сволочь! С одной стороны, смешно, с другой стороны, печально, потому что, ну, как бы драться за продукты, которых и так там, если бы поставили еще две команды, наверное, готовить, то хватило бы. Ребята, фруктиков наберите кто-нибудь. Вагон, вагон, грейпфрут, апельсин, ананас. Отлично, мои хорошие. Все есть. Мясо набрали? Прихожу, дивлюсь, стоять, я щеки все из этого, что там стояли, усы у нас. Никто по-честному не делился, самая больше продуктов хватило синя команда. Это было обидно, просто даже нет уважения к женскому полу со стороны мужского, ну, то есть это не мужики, это реально тоже бабы. Просто в мужском теле, это неприятно. Ты понимаешь, ну, реально мы как звери какие-то выглядим, вот когда потом я сидел и думал, блин, ну зачем мы это делаем? Все, погнали молодцы, поехали, поехали ребятки, давайте, как комбайны стали. Мешки взяли, да, давайте сразу в мешок. Нет. Они рвали, там вот по три колотика вот так вот. Скоряна сиваха ко мне. С корнями сильно грязно будет, будет много земли, ребята. А я знаю, что не надо вырывать с корнями, как некоторые грамотные повара. Давайте молотите, потому понты вообще получается. Машка праця. Додому прийду, не буду цей вручную молотить. Ну, я к черту. Лучше нанять, заплатить людям гроши, а и вы молотите сами комбайн. Хай прийде, импортный сделает все. Ребята, мне на выпечку надо два килограмма муки. Сейчас сделаем, сейчас сделаем. Мы грубость вот так взяли, конкретно молотили именно, чтобы в село было. Девчата, ты вообще там бог ты мой. Хоть бы ногтик не задрался недель. Ох, порезалась. Можно вручаю? Я второй раз порезалась. Ну, что, я не знаю, как она могла порезать пальцы, честно. Извиняюсь, кто хотел, то и порезал пальцы. А кто не хотел, то и аккуратно себе готова. Смотрите, не рвите кустами. Я поняла. А вот так вот, просто берете вот так вот, хопс и наверх. И смотри, сколько их. Не вырывайте эти кусты, не засовывайте их в мешки. Потому что потом это лишняя волокита с этими кустами. Нет, эти олени, как побежали. Давай вот такие корни они добывают просто. Знаешь, не пшеницу, а корни. Меньше палок ложите, потому что это... Твою дивизию, я ненавижу это полить. Берешь колоски, собираешь в мешок. По мешку палкой, мешка в ведро и давай это все перетирать. Перетираете, вдруг оно не оклушилось. Комары кусают, еще какие-то твари пытаются укусить. То лишняя команда, то ли какие-то жуки. Оксана, давай я побью. Получается, в одной палке две палки. И какое-то сцепление в виде цепочки. Ну, в общем, кто придумал, непонятно. Оно там хоть бьется, а то подумаешь, что я как-то бью, блин, не так. Я думала, я сейчас как размахнусь, и прям замахнусь, и прям беда будет. Дай, блин, блин. Я буду беда. Только не мне по голове. В итоге, когда мы посмотрели на свое количество зерна, которое мы добыли, и на количество зерна, которое было у красной команды, мы явно превосходили их в объеме. Уже вся ситуация устаканилась, мы стали составлять меню. Вита, сюда иди. Давай вареники с картошкой замочим. Вареники с картошкой, потом булочки с корицей, с яблочками, с фруктами. Подожди, подожди, предложения были разные. Пирог с грибами. Песочные пирожные с персиками хотели делать. Рулет из говядины в тесте. Давайте делаем манты. Или что-нибудь такое. Вареники с картошкой, манты с мясом. У нас есть вареники с картошкой. Пирог с грибами. Тише, тише. Пирожные песочные с персиками, сладкие булочки, манты с мясом, ватрушки с творога. Все включились, все предложили, записали. И весь этот процесс пошел. Смотри, овощной суп с галушками? Да, очень вкусно. Потом, значит, пирог с мясом. Решили делать. Первое – это овощной суп с грибами. Второе – это блины с грибами. Это было вкусно, это было стекти вообще. Третье – это мясной пирог. Мы с Винькой вдвоем. Меню. Все, кто остальные прибегали, мы просто раздавали процессы. Пиццу делаем? Нет. Поняла? Ни у кого никаких вопросов не было. Все стали за свои дела. Начали делать. Все. Девчонки стали Оксаной с Мариной на процесс кондитерских изделий. А какие блюда будем делать? Вы делаете с Оксаной бисквит. Я, Дима и Марина не участвовали в том процессе, что они думали, что готовить. Нас кинули на поле дорабатывать, еще и кричали «давайте еще». А сами пришли составлять. Извиняюсь, мы команду. Надо было вместе ставить. Не надо придумывать новые рецепты и новое меню. Мы написали меню, мы его делаем. Без меня ничего не думать. Что это такое? Я уже составила список. Кто же там придумает? Знаете, это было в принципе некрасиво. Общего мнения у нас не было по поводу меню. Ну, Виктория делала на свой вкус. Вика, дай задание. Так, сейчас, смотри. Суп овощной с галушками делает Диана. Пирог с мясом Аня. Блины с грибами буду делать я. Лимонад Дима, бисквит с итальянским меренго будет делать Оксана и Марина. Был листок, где у нее было прописано меню. В скобочках у нее были написаны участники команд, кто за какой процесс отвечает. И меня в этом списке не было. Может, ты тоже какой-то десерт захочешь сделать, нет? Ну, вот это вот я именно хотел, ну, бисквит. Но я могу именно много теста делать, а вы мне поможете, ну, именно его формировать. Короче, там сохнут семена. Ты давай дроби семена все эти, слышишь? О, Боже. Да, вот так. Я ей сказал, что я все-таки не справлюсь с этим заданием. Мне нужен именно сам процесс, само блюдо, что я понимаю, что есть те люди, которые, ну, как мне казалось на тот момент, ну, более шестрее. Дай мне задание. Значит, сушишь зерна, сухие зерна достаешь и помогаешь Жене. Ну, тоже шумеет. Пока все, пока все. Два инвалида, Женя и Ваня, кто-то же должен эту муку сушить, молоть. Алло, ну что вы тупите, пацаны? Берете все комбайны и жмете в две руки. Вот я поставила их двоих. И что ты думаешь? Мне еще пять минут пришлось Жене объяснять, как пользоваться комбайном. Ты помнишь, что Эктор говорил? Вот так вот делать, а потом? Старки. Понял. Пойду я пару делать. Вы успеете два килограмма, пока я пару сделаю? Постараемся. Это тебе два килограмма только на одно надо? На, я сделаю общее, сладкое, не сладкое. Все, все, все. Разногласий, в принципе, никаких, ну, как бы, во время процесса этого работы не было. У меня был свой процесс, как бы, я на крайней парте, ну, как всегда, как и в школе, я тебе говорю. Сижу на крайней парте и кручу муку, я тебе говорю. И как справа с вашим барышном? Процесс везде налажен. Вот уже муку подносят. Уже тесто одно готово. Уже тесто одно готово. Дрожжевое получается, Вита, да? Мы набили много зерна, намелили много муки и приступили к приготовлению теста. Я был уверен, что мы сегодня сделаем фуру. Скоро ваш фартук синего перетворится на белый. Это белый фартук. Нам надо сейчас сделать 12 кг муки. Вау! Да, это правда? Ну, может, десять. Ну, может, восемь. Десять. А на что, десять? Уже три есть. Мы не дуже подобаются, как налагоженный ваш процесс. Удачи. Спасибо большое. Она, конечно, не такая белая, как для бисквитов. Я работа. А у нас уже полностью затаренная кастрюля с бульоном. А на полночь, она почти кипит. Тому я вам рекомендую негайно з цих недоварених овочів приготувати щось інше. Рятуйте ситуацию. Я рекомендую. Значит, сейчас мы с боссом переговорим и все решим. Думайте, думайте, доки у вас еще есть немного времени. Вика! Слышишь? Блюдо должно быть из теста. Может, рагу завяжем в эти лепешки. Нет. Мы просто выпечем лепешки, а на лепешку кладешь рагу. И оно так вот кушается. После этого мы бегаем в адской запаре, потому что суп у нас отменяется. Мы переделываем это все на рагу. Я начинаю резать лук, обжаривать его. Тесто готовила Вита. Мука еще не подходила под вареники. Я давал задание, чтобы они начинку. Начинку все подготовились и справились. Витя резал рук, Милан грибы. Правда, упустили чуть-чуть. С грибами самая проблема. Пирог грибной делал. Сначала зерно сушил. А потом я стал же за процесс пирога. Грибы у меня с луком уже чуть-чуть протушены. Вкусно? Ну, мне понравилось. Попробуй. Как слизь такой, да? Вы плохо промыли грибы. Через это я чувствую, небо, дребные каменцы на зубах. Грибы вы плохо помыли. А это я попросил бабу Таню почистить там грибы. Ну понятно, почистить, помой их. Да, есть. Короче, переделаем сейчас. Сейчас переделаем все. Ай-яй-яй. Таня, есть еще грибы? Нету, я же все почистила. Надо было их мыть еще. Мне сказали чистить. И сказали обчищать, чтобы меньше мыть. У нас шампиньонов уже нету. Я понимаю, что, блин, надо как-то выкручиваться. Вика! Вика! Грибы на яйца меняете? Надо яйца нам. Хай, дают, дают нам надо. Я им лоточек яиц, они мне целый вот это вот... Ящичек там грибов, да, получается, шампиньонов. Татьяна! Все, я съела. Мы моем быстро. Съела, съела, я сейчас ищу. Давайте. Ой, не могу, я все. Эта жара меня добивает. Баба Тане стало плохо. Где-то она спустя час там или полтора часа. И баба Таня пошла там, сказала, мне плохо. И, понятно же, ее в мерах предосторожности вывели из площадки. Одна же титанечка. У них повысить сейчас давление надо. Давайте поверю вам давление. Давай. Сейчас. Девяносто на шестьдесят должно быть. А мне-то мало. Всем погано было. На солнце напекло. Мне двадцать, вот тебе шестьдесят год. Но все знали, куди мы идем. Это получается, команду злить. Так бы мы девять человек было. Мы взяли бы, хоть бы, там, столь команды, хоть бы, другого места, что ли, Таня. На одного меньше. И это уже сила тоже немала. Это Таня. А что Таня уже на все забила, я смотрю. Она, как бы, женщина в возрасте. Надо, как бы, с уважением относиться к этому. Я понимал Татьяну, ну, как бы, до определенного момента. Я думал, у нее, там, раз, знаешь, там, ну, без вопросов. Ну, я начинаю понимать, что это все, как бы, может, даже такая, знаешь, как наигранность может. Справятся, справятся. Все начищено, все сделано. Все, что там, там Вита еще кирует всеми мужиками. Конечно, стало тяжелее. Ничего себе стало тяжелее. Ну, вообще, человек не переживает, и стало очень тяжело. Хотя бы там хоть что-то начищало. Что, не можешь очистить, жми на кнопку, не можешь жать на кнопку, следи за духовками. Просто мы потеряли еще одни руки, которые нам помогли бы в нашей сложной задаче. У-у-у, первый блин. Получился? Да. Супер. Правда, они не очень тонкие, потому что грубая мука, но получился. Ну, вот в моей команде Ангелину я поставила на зачистку мяса, а потом поставила ее жарить блины. Ну, молодец, она справилась, она очень много блинов наделала. Самый немолодец остался Женя. Он все митушился, митушился, что-то пытался делать. Куда мне идти? Сюда? Ну, так и не нашло дело до конца такого. Ужас! Это еще мука. Значит, я по обычному рецепту, которым я пользуюсь всегда, я замешиваю это тесто. Делаются трещины, и тесто распадает. Почему тесто начало трескаться, как вы думаете? Хлупо сказать, если из-за муки, наверное, из-за неопыта работы. Не знаю. То есть все-таки в полевых условиях тяжело делать теньку, да? Для меня – да. Женя, смотрите, вот мой вам совет. Сейчас я уберу, да. Мне нравятся люди, которые сдаются раньше времени. Это раз. Два. У вас еще есть время. Целых полчаса. Вы все еще успеете сделать. Только думайте, принимайте быстрые решения, и все получится. У меня начинается паника. Возможно, даже истерика. А что ты хочешь из-за вас сделать? Патрушки, блин, ну сколько можно? По-моему, ничего, и батрушек мы так и не увидели, потому что он там напортачил с тестом. Это ужас. Или лепешки делать, или что, я не знаю, ну правда. Я просила людей поторопиться. Но я уже видела, что у нас столько десерта, кондитерка оставалась незаконченной. Все остальное у нас было ready. Внимание! Осталось 20 минут. Это что? Это тесто на пирог с грибной. Я беру это тесто, достаю, беру его в руки. Оно просто вот так вот сдавливаешь, ну крошится, как сухари. И я понимаю, что у нас явно тесто, а не только из эссенции. Ну а что делать? Как мы вареники будем лицать? Я не знаю. Ты видишь, что мука делает? Полный провал по процессу теста. У нас ни тесто ни на вареники не подходили, ни тесто на десерты. Ни храни не получается. Тесто не получается? Не можем выместить нормально. Смотри, что творится. К начинке готовы только тесто. И это тесто у нас подводит полностью. Так классно, задумка. Все, и на тебе, бля. Девки, видишь, выбрали правильное меню, не стали делать вот эти вареники. Никита, как смотришь, мы же котлеты просто в панировке мучной, а что? Лежит у нас фарш, хорошая миска. Ну я думаю, ну что делать, ну хотя бы котлет пожарить мужикам. У нас с мясом хоть что-то есть? Мясо надо делать, я же говорю, котлеты типа. А что они делают? Сейчас я займусь, я сделаю. Мы не успеваем ничего. У нас только три пирога, несколько этих с песочного теста корзиночек, чтобы положить фрукты. Слышишь, ребята, как на счет сделать сразу? Только муки выкинули. Муки нет. Из семи килл нема муки. Ну это, ну, такой нюанс печальный. Я хочу, чтобы вы показали мне, какие стравы вы уже готовы подавать. Пирог с творогом, с курагой, с изюмом. Это пирог с фаршем, с грибами. Ну почти как пицца такая получилась. Это сладкий с насильоном. Да, это тоже пирог сладкий с персиком, с яблоками. Ага, хорошо. Это котлеты. Котлета. Почему котлета? Неужели вы забыли, что в каждой страве мае бути використане борошно? Нет. Это неправильно. Но, котлета вкусная. Но нет теста. Добре, какие еще стравы у вас готовы? Котлета и... Зразы. Сзади зразы. И зразы, где тесто? На зразы. Зразы, тесто, перемешали тесто. Мы добавили сюда маку всю. Нет, 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 нет. Еще продукт. На котлетах нет теста. На зразы нет теста. Зразы я забороняю. Единственное, что я могу вам дозволить – запанеровать котлети. В другом случае я их тоже забороню. Все лишилось. Одна хвилина. Я бегом подбегаю к сковороде, беру эту сковороду руками, подношу ее к противню, бегом высыпаю. Какие там лопатки. Три. Ну блин, у меня руки горят. Ну у меня тоже горят, я же тоже с тобой же стою, перелажу. Два. Видимо, еще грибы дожарила. Да, еще с грибами. Один. Время. Стоп. Время. Время. Стоп. Ну и все. Я хотела танцевать цыганочку. Я не знала, что у синей команды там, но я видела, какая у нас красотища, вкуснотища. Мы увидели, как Краснокармандо начала ставить свои блюда на стол. У меня очень сильно упало настроение. У нас есть три пирога и плюс котлеты. У нас много было противней с блинами, с разными начинками, с грибами, с мясом, с абрикосами. У нас был мясной пирог. У нас было рагу овощное с курицей. И у нас было три десерта. Ну как можно не выиграть с таким номиналом? Мы увидели толпу людей, вот прям идущих там с детьми. Вот как дома, да, когда ты домой приходишь, когда собираешься в кругу семьи. Мы вас ждем! Мы вас ждем! Мы вас ждем! Здравствуйте! Здравствуйте! На тарелках каждой команды есть красная и синяя метка. Вам нужно попробовать блюда обеих команд. Запоминайте, какие блюда вам понравились. Ведь потом вам придется голосовать за тех, кто приготовил вкуснее. Прошу вас, угощайтесь, подходите. Понесла жара. Аааа! Я же говорю, мурашки! Ну класс! Сейчас как накормим этих дебилов, ничего нету! Аааа! Знаешь, это класс! Кто с детками? К нам! У нас безумно вкусно для диета. Вкусно? Тебе нравится? А у нас из-за красных. У нас были красивые блюда, у нас были смачные блюда, у нас были красивые девчата, которые своими улыбками приглашали мужиков сельских к столу. У нас все как-то было позитивно и лаконично. Девчонки быстро собрались. Подходите, спрашивайте, как вам понравилось, только до мужчин подходите. Вы говорите, он ранний стол, пацаны, и говорите, когда что-то такая, идите еще раз, работайте. Мальчики, голосуем за красную команду. Мальчики? Мальчики? Мальчиков мы всех там соблазняли, это наш козырь, это шумы. Окей, боб-совет у нас, ну, боб-совет, а мужиков-то больше. Для тех, какие у нас девчата, пацаны, красивые. У нас девчата, а там, что попало. Какие вы ненавистные, господи. Думаю, блюда, мы меточник не возьмем, сейчас буду вежливость убрать эти всем. Там начал комплименты делать, дети, какие-то прекрасные. У вас такие дети похожие, очень сильно на вас похожи. Только проголосуйте за нашу команду, мы действительно вкусно готовим. Витя, иди в зал. Так что в зале говорите? Да иди, орликинь там что-нибудь. Иди там суть поспрашивать, кому как понравилось, не понравилось. Мы решили, что выносит блюдо Витюня. Ну, мало ли там пару голосов, что ведь нет, ну, таких же там найдет другого. Тройка-пятера голосов по-любому где-то нарядится. Витя, Витя побежал там, раз. Вам нравится, девочки, смешного всем? Да. А до вас вине команды идите? Смешного, ага. Салфетки, мам, водички, мам, сладкий, ой, сладкий. И все говорят, вкусно, вкусно. А вот нам получается такая штука, во время этой всей раздачи у нас заказчиков самых первых продуктов. О, это люди, что же мы наделали? И ко мне подходят люди, говорят, знаешь, мы бы хотели сейчас бы просать за твою команду, ты хорошо работаешь, так организованно, но мы даже не попробовали вашего блюда. И так он мне сейчас сказал, человек пять-шесть. Французский рис, компот, рецепт французский. Я был во Франции, вот я вам приготовил вот этот компот. Только проголосуйте за нас, будь ласка. Взяли это все, порезали на части, потому что нам стыдно было такое количество, 70 человек, а у нас там штук 20. Мы решили сэкономить, думаем, ну пусть хоть вкус люди попробуют. Если уже высокая кухня, ну, высокая кухня много не кладется на тарелочку, думаем, ну, будем вот так вот выгадывать что-то. Так старались сегодня, я надеюсь, что вы оцените наше блюдо. Мы старались для вас. Мы тоже старались. Мы на качество работали, а вы на количество. Там невкусно, я вам говорю, стыдно, реально было стыдно. Люди приперлись в коле, черт его знает куда, да. На покушать, там, отведать, там, не знаю, блюда от мастер-шефа, там, да. И тут там по кусочку вылаживаем. Самвел, ари, звезда перед этой, пей песни. Да тихо, как насчет. Самвел, ари, Гриша, самвел, иди на компотик. Разноси компот. Разноси компот. Я буду петь песни. Компот разносите, раздавайте, и пейте песни. Я знаю, что спеваю, я знаю, что делаю, я знаю, что делаю. Что я буду делать? Ну, я уже того, того, Ярика, кажу, что спеваю, кажу, что пришло, это Ничьяка Месячная, там, два куплета заспеваю. Дорогие гости, мы сейчас для вас заспеваем украинскую народную песню «Ничьяка Месячная». Ничьяка Месячная, зоряна ясная, видно, хоть голки взбирай. Вилья, кохана, я працею зморена, хоч на хвилинуньку гай. Вилья, кохана, я працею зморена, хоть на хвилинуньку гай. Как вам? Скажите вашу оценку. Вкусно? Отличненько. Мы для вас старались. Три с половиной часа под жирой. Не, Оксаночка, иди, иди. Иди, око. Тут уже поздно. Красиво чи за синюю? За синюю. П'ятачка. От вони були в шоці, в них були глаза, як по 5 копійок, по гривні, по золотій гривні, що вони дивились на наші страви, і в них була така завість. Я була дуже зрадівся, що вони завідували нам. Я пишалася своєї команди і собою, і то же, звісно, як би до себе. Мені судово силим вже після красної команди. Я буду вручувати за красну команду. Синюю також пробували, але нам дуже вже мало досталося. Я спробувала десерти обох команд, но свою перевагу я віддаю червоній команді. В них великі порції, а в синій порції трошки менші. Торт був, шоколадний, може, пасний, смачний. Тому я буду голосувати за червоню командою. У синій команді смачні всі були страви, за синю команду. Я тільки за них, бо вони супер. Спробували страву красної команди, дуже сподобалося. Спробували смачні страви, коктейлі для дітей за красною командою. Настало время голосування. Як ви вже поняли, наші повара разделі на 2 команди. Вам нужно проголосувати за те блюда, які вам понравились більше. Для цього ви будете подходити по одному, брати в ведерці метку синього чи красного цвета і опускати в банку той команди, яка вам понравилась більше. Ну що ж, тоді почнемо? Ця! Чому з'язують у нас? АПЛОДИСМЕНТЫ КРИКИ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ідут 1, 2, 3, 3. За нас. За нас. Мои божеці. Це було… Я не успевала радоватся. Знаете, как это голосование называется? Единогласно в нашу пользу. О, та зинка халыла мельницкий, сказала, что за нас. О, и то, получается, несуть, несуть. Вот, понимаете, минимум 10 голосов было за нас. Я понимаю, я такой степень рада, если бы я их была готова всех пообнимать, всех там вообще расцеловать. Ну, за синий другонок. Ай, как это было больно, когда человек подходит к центру, смотрит тебе прямо в глаза, благодарит. Все-таки отдает голос красной команде, красной кармане, красной кармане. Причем даже те, которые говорили, да, нам нравятся ваши блюда. Спасибо, наша хорошая. Хоть и нам человеку понравилось. Спасибо, расти большая и здоровая. 10-й, 15-й, 20-й, каких-то пару марок там бросили им в чашку их несчастную. Там, и нам, и нам, и нам. И я стою, у меня уже так рвет. Тоже за красок, не хлопаем. Я понимаю, блин, вот это провал, типа. Даже не кричать не хотелось там, не хлопать там сильно, да. Ну, поникше чуть-чуть были. Спасибо большое. Спасибо. У синих 18 голосов. Красные, а у вас 50. Это было, честно, до такой степени, как они все были такие, они начались сработать. И мы вообще, честно, я до такой степени была вдячна людям, что они за нас голосовали. 18 голосов у нас, и хоть не в сухую, типа, не знаю, повезло вот так. Ну, стыдно было. Мне очень не понравилось, ну, и команда, и что я выработал, ну, капитане понравилось. Ну, я думаю, там, они ж девчата одноходили, а там хлопцы молодые, они по 25 год, но они им что-то там мокивали, там, я не знаю, девчата. Ну, это чисто, они вот этот пункт купили, и, ну, куди этим хлопцам, он это на нас дивится, на мужика у нас здоровый. Виноват капитан. Если бы у него не было черного фартука, я бы ему вообще не дав бы черный, а там бы белый поставил домой. 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 Дальше ходить. ДИВИТЬСЯ ЗА КИЛЬКА ХВИЛИН. Она просто кинула команду, просто. Если у вас здоровье, зачем оно вам надо? Бабку Геть. Вы очень сильно волнуетесь об нем здоровье. Не дождетесь. Теперь самое интересное. Прикутить до столи. Ноги приклеені до полу, и ты ничего не сделаешь. Она не передала корень петрушки, я ей ж зубью. Марина. 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 Я руководствовалась своей логикой. Марина, дай мне, х**, что она делает? Марина. Понимаете, она вас слушает, но не нас. Кто вытремает шалену кулинарную боротьбу на шляху до званя найсильнейшего? Це провел. Присоединяйтесь к искусству приготовления настоящих шедевров. Спонсор проекту «Кава Мелита». Мелита. Кава Мелита. Команда «Синих» вы проиграли. Как считаете, почему? Я хотела сказать, ребята, надо что-то выбирать. То, пусть это будет одно-два блюда, но то, где меньше используются муки. И... Таня, хорошо спихивать на других, когда сама виновата. Я не спихиваю. Я... Меня поставили на процесс. Я его выполняла. Если Таня так понимает в муке клейковине, почему Таня даже не соизволила подойти, даже попробовать тесто на ощупь? Танечка, ты хотя бы пощупала эту муку? Ты хотя бы понюхала вообще, чем воно пахне? А що я должна была пробовать? Сырое тесто, которое мешало, не могло замешать сам Вел, я його видела. Че в мене его пробовать? Оно разламывалось. Она просто кинула команду. Просто, воссвояся все. Ну, начнем с того, что... Не стыда, не совести. А почему тут тесто и Таня? Если бы даже две Тани было в нашей команде, мы бы проиграли. Потому что у нас изначально провальные меню. Я подвела команду. Кто в с... Таня не командный игрок. Она уже второй конкурс бросает свою команду во своясь. Она уходит, она умеет критиковать. Потом, когда все уже решено, тогда уже Таня вставляет свою лепту. Кто подвел команду, мы сейчас узнаем. Красный, вы победили. Поэтому, по праву, можете подняться на боку. Спасибо. Час нам дізнатися, хто з вас, синя команда, був найслабшим. Напишите имя того, кто винен у вашей поразни. Я хочу сказать, Никит, я хочу, чтобы ты не только словом, не только теорией, а практикой, доказывал и блюдами, что ты достойный повар. Задумался о том, что когда есть команда, нужно прислушиваться, нужно слышать. Может, как-то вежливее немножко относиться к своим коллегам. Просто чисто я тебе дарю свой голос. Боже, ему зааплодировал весь балкон. Никита очень много любит рассказать, преувеличить свою значимость вообще в этом проекте и свою значимость вообще в этом мире. И корона упала. И Самуэл это очень красиво сделал. Кто-то должен ему был показать его место. Это Никита, это «Разогнався и в дуб головой» называется, как в Инегиде, по-моему, Козелевского. «Разогнався и в дуб головой». Вот это Никита. Он неплохой парень. У него какие-то есть знания. Но за этими знаниями один разговор. Я, Татьяна, голосую за вас. Если у вас здоровье, это вам, как я вам выписываю, как отпуск. Отпуск к врачу. Как-то, я не знаю, дети, вас здесь убьют или что-то, если у вас здоровье? Зачем оно вам надо? Я тебя тоже люблю. Бейтесь. Пусть идет к врачам, пусть ее вылечат, обследуют. А что она на каждом конкурсе, ей всегда плохо. Танюш, докажи всем, что ты не устала. Я знаю. Вот тебе спасибо, респект. Именно швырну тебе стимула. Пусть покажет, что она действительно достойна оставаться на этом проекте. Татьяна, ничего личного. Мы проиграли команду не из-за вас, но даже в нашем проигрыше вы не поучаствовали. Я знаю, ты тоже за меня очень переживаешь. Я знала это сразу же. То, что меня будут сливать. Ну, я понимаю, что вы устали. Вам тяжело будет. Докажете. Я всегда ее защищал. Все это. Просто, ну, я не знаю, как, ну, что она так, даже не знаю, что она против меня проголосовала. Ну, потому что по чесноку что он сделал? Он сделал компот. Сделать компот сказала ему я. А ты ходил и говорил, что мне делать, ребята, что мне делать? Ну, я хоть бегал, хоть что-то спрашивал, что мне делать. Хотя там каждому было счастье во времена. Ему главное давать работу. Его нельзя оставлять вообще ни на секунду без работы. То, что я тебе говорю, это йо-йо куда-нибудь залетит, блин, в ненужную сторону. Таня, мне реально не хватало женских рук. Все, давай. Я сейчас говорю. Что вы делали? Почему вам тяжело было ребятам помочь? Неужели вы не могли просто слаженно с нами работать? Мало того, что я старалась что-то сделать, она еще и успевала меня выругать. Ну, что ты, Таня, стоишь, посудку моешь? Молодец, Таня, зачет. Честно скажу, она тоже бестолкова, вот Авито. Честное слово. Она сделала за 4 часа 3 пирога. А что она сделала? Тисто с моей помощью. И начинки ей все сделали. Легче все бросить в вас ваясь и уйти. Танечка, так как вы болеете часто, так вы нуждаетесь в помощи. Я вам дарю вот эту справочку. Мною лично подписаны. Мне кажется, все должно быть по чесноку. Прогнал, держи, по-черному. Что она там полчаса потусила у нас там и пошла. Ох, баб Таня сегодня всех порвет. Татьяна, вы согласны с выбором команды? Конечно, нет. Они так пекутся о моем здоровье, что меня отправляют на черный фарт. Танечка, на вас пахать надо, все нормально докажете. Танечка, а что вы сюда пришли стоять? Она Фаина Раневская. Еще, можно сказать, еще и не в плохом варианте. Таня сказала, что не остановилось сердце, что ей там завели его назад. И она вот так вот выжила. В один момент у нее есть адская сила тягать ящики, понимаешь, и мужиков пихать по полю, и выдирать у них ящики, и проявлять свою силу какую-то и агрессию. А в другой момент она слабая, несчастная, у нее нет сил, у нее давление, и ее солнце прибивает к полу, и у нее нет сил работать. Они хотят, чтобы я ушла не из-за здоровья, все-таки у меня опыта немножко больше. Да когда же ты уже на говоришься? Бабку-геть. Бабку-геть, бабку-геть. Стоять женщина взросла, яка б она не была, 150 раз она подс**ла всех, но кричать человеку в лицо, який стоит переживая, який стоит, якою есть семья, якою есть дети, и стоять молокососы недоделані, и кричать бабку-геть. То, что против тети Тани проголосовали синие, красные, стояли и просто радовались все, потому что на самом деле бабу Таню никто терпеть не может, да? Ну вот выкинуть надо меня, и все, хоть ты умри. И чем больше они мне стараются выкинуть, тем больше я начинаю злиться и не хочу, чтобы уходить, вот не хочу. Ну что, синие, поднимайтесь на балкон. Спасибо. Спасибо. В принципе, самое страшное, что я боялась, что мне дадут гадюк-змей, я, ну просто я их очень боюсь. И я просила Бога, молилась честно, чуть не каждой минуте, чтобы мне самое главное гадюку не подсунули. А все решено, честно думаю, свиню, корову там подаю, зарежу туда-сюда. В предыдущем испытании вы ярко продемонстрировали нам, что не умеете работать сообществом, что не готовы идти на компромиссы. И сейчас вы поймете, насколько важна настоящая командная работа. Перед вами чотири столи. На них чотири страви, которые вы и будете готовить. Кому який стил и страва достанется, вы решите доля. Кто первым хочет испытать удачу? Давайте, Марина. Номер? Номер один. Оксана? Четыре. Два. Ну и Алексей, соответственно, номер три. Номер три. Два. Якщо ви помітили, за цією поверхнею лише одна духовка, кухонна машина, одна плита, один нарізочний стіл та окремо складені продукти. Кожен з чотирьох столів відповідає за певний процес. І виконуватиме його лише той, хто стоїть за цим столом. Марина, у вас перший стіл. Ви будете відповідати за всі продукти, мити й подавати їх учасникам, а також працювати з духовкою. За другим столом ви, Тетяно, будете працювати на кухонній машині. Всі процеси, пов'язані з нею, для всіх чотирьох страв, маєте робити тільки ви. Ви, Олексію, будете займатися нарізкою всіх необхідних інгредієнтів для себе і своїх колег. А ви, Оксано, будете роздавати всім посуд, а також смажити і варити не лише для себе, а й для інших. Справжня командна робота. Презентацію ж кожен з вас робитиме сам. Подивимося, чи вдесь вам знайти спільну мову. Я була дуже засмучена в тому, що я боялася, що, наприклад, мені там Марина не подасть те, що мені треба. Не захоче мені різе так, як мені треба. Тетяна не захоче мені там місити те, що спеціально можна знати, там солі підкидає. Ну, в принципі, були страхи, що кожен сам за себе. Нема такого, що хтось буде за мене переживати, чи я за когось буду переживати. На самом деле я вмію працювати в команде. Це показав навіть председущий опит моєї роботи. Тобто у мене слаженість в команде. Все дело уже за другими участниками. Тепер саме інтересне. Боже, це кафе. Я вже жду какой-то жести адській. Достають ці сандалети. О, ну такі именно, чітко. Я думав, ну, бігати там будуть, да, вони в цих сандалях. Обувайтесь. Ви всі будете закріплені на одному місці, без можливості передвігатися. А тут, оказывається, їх ще і пристегують. І ось це, знаєш, земля в ілюмінаторі погнала. Думаю, о, порядочна, взагалі буде, такий зажог має бути. Ти бачила цю адську команду, яку взагалі друг друга можуть тільки пообивати? Ноги приклеєні до полу, і ти нічого не зробиш. От чесно, це було дуже неудобно. Я розуміла, що вдруг мені там Марина щось не подасть, я не зможу побігти в неї взяти, чи там в неї щось кинути, навіть ту саму миску, чи що, щоб забрати. На виконання задання у вас буде один час і... П'ятнадцять минут. П'ятнадцять. П'ятнадцять минут. Время пішло! Ага! Ми почали піднімати варанчики, я зрозуміла, що в мене страва там йде, мене льон, йде картошка, груднинка, морковка і суваж. Ліжало пюре картофільне, з нітлуком, плюс утка в соусі. І утка лежала на спаржевій фасолі. У мене було блюда куропатка, фаршрованне. Три кружочка вот этой палинты і соус. Оно було, представляло себе, як суфле, таке, знаєте, лимонне, як творожне, така вот масса була, з кремом. Марія, що там у тебе? Марина, як завжди, моргаєт всім, там, ввоздух огоняє, понял? Як суфле. Як? Як суфле. Як слойка? Суфле. Суфле? Ну, точно суфле. Як би суфле немножко по-другому виглядить, як би, точно суфле. І я тако смотрю, думаю, блин, що-то ти явно не туда тебя тянет. Я знала вже по конкурсам, какая Марина у нас умная і розторопная. Насправді ж Марина має приготувати десерт з лимонним кремом, пісочним тістом і меренгою. Вит, молоко на огне с мукою і с яйцами, да? Я гляну на цю Марину і думаю, Марина, Марина, давай я тебе простой бисквит продиктую, который ти знаєш, як дважды два-четыре. І ти справишся. Я коли спросила, Марина, ти зробиш бисквит или нет? Марина на мене круглими глазами посмотрела, говорит, диктуй. Дальше. Щепотку солі туда добавить. Щепотку. Нету здесь. У тебя вообще нету солі? Не вижу я ее здесь. Нету. Она так. Она не знала, як робити це суфле, що їй попалося, запеканка чешуна там попалася, якимось вот этим англесом, чи черти, чи с мерендою, чи с меренгой. Она колдовала на той мерендой с помощью чих-то, она ни черта не знала. Марина, Марина, делаем масляный бисквит. Масляный, на основе масла. Четыре яйца. Туда же. Человек тупо не отстреливает. Тот же тесто на тот же бисквит. Ну блин, нахрен слушать подсказки сверху, ты что не можешь делать тесто на бисквит, четыре яйца, полшака на муке? Вита подсказывала, знаете, как рецептуру теста, хотя бисквит я сама прекрасно делала. Я делала это тесто запросто. Взбиваются сахар. Я сейчас забью. Так у меня нет этого венчика. Марина, да попроси ты форму, Оксана, не тупи. Тихо, тихо. Марина, Марина. Говори. Желток в белке нельзя. Что? А что дальше? А, в левую руку помидор там или что-то в этом роде. Ну это, ну, яйцо сколько? Ага. Я, конечно, не все в процессы прислушивалась. То есть я еще и руководствовалась тоже своей логикой. Марина, добавь еще один белок, чтобы больше было. Она и так вот. А вы ее еще взбиваете. Что значит вот? Вы, пожалуйста, помолчите и будете комментировать у себя дома. Тетяна мае приготувати фаршировану фуогра та шпинатом перепілку, паленту и соус. Однако все ингредиенты для ее стравы біля Марины. Девчина ж не передае их, поки Тетяна не замісить ей тесто у кухонной машине. Говорю, Марин, какое у тебя тесто? Я бы ей сделала это тесто. Мариной раз и опять на балкон. Я делала сама свой десерт и задействовала, чтобы Таня колотила мое тесто. То есть я просто дала ей готовые ингредиенты. Говорю, Таня, так и так, забросьте столько-то и столько-то в машину и пусть тесто месяца. Все. Марина! Ребята, не отвлекайте, я попрошу очередь. Марина, много муки! Понимаете, она вас слушает, но не нас! Марина, кого слушает? Тебя или их? Потом я ее спрашивала, как сбивать, что сбивать? Ну нет, человека нет, он на балконе. И вот она, то поставь на полную, то поставь на четыре. Я уже не хотела с ней связываться. Вот как ты делаешь, вернее, за тебя делает балкон, а ты мне передаешь. Вот я тут то и делала. Ой, боже, ну детский сад. Марина, тебе сколько вот это вот надо? Четыре яйца туда и стакан. Ты можешь сама подумать. Четыре яйца и стакан муки. Марина! Ребята, не кричите, вы всех сбиваете, точно вам говорю. По одному, если прошу вас. Что яйца второго там? Я ей скажу, она даже не может сказать, какое тесто. Я вам говорю, что делать. Хорошо. Делайте, четыре яйца вводите туда и стакан муки. Без проблем. Да я понимаю, что если бы даже у этой четверки был миллион баксов и труп, они бы этот труп бы все вместе не закопали. Жесть, а не четверка. Ты видишь, тут баб Таня упёртое. Сестра тупорилая до ужаса. Диканька психичка. И Леша, тоже псих-хрикун, который в принципе только... А-а-а-а-а. Ингредієнти для всех четырех страв знаходятся біля Марини. Вона відповідальна за їх видачу іншим учасникам. Однако добиться від Марини продуктів ой, как нелегко. Дай ми корень петрушки. Корень петрушки? Она не передала корень петрушки. Я ж зубью. Марина! 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 До Марины достучаться это было нереально. У неё голова на балконе. Марина! Ну, Марина была в своём процессе. Ей глубоко на нас наплевать было. Абсолютно. Включает Марина, 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 давай то, Марина, давай это. Я стою в этих вот, в этой обуви, никак не могу пошевелиться. Знаете, я ещё должна своё осмыслить, что мне нужно приготовить. А тут с этой стороны кричат, на балконе все кричат. Просто нереальный шум. Это полная была неразберега. Оксана Мансирова повинна приготувати медальйон, мус, пюре та соус. Однако, крім власних процессов, вона паралельно готує складові страву решти учасників. Адже плита находится біля неї. Оксані весь час потрібні нові ингредієнти. Але всі вони знаходяться біля Марини. Були такие моменты, что хотілося снять эти ножки и побегти ей по голове, чемоди вапнути, чтобы она поняла, что вона не сама. Маріна! Маріна! А тут даже три процесса. Думати, готовити і передавати. Так, Атой, а корень петрушки, вона мене доєт? Да я воно мене корень петрушки чинюю. Корень петрушки подайте, пожалуйста, Оксане! Корень петрушки дай, ёлка! Маріна, передай корень петрушки, он у тебя в умывальнике лежит! Одну мя... Вы не видите, що я щось... Маріна! 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 Там зерна какие-то должны быть, Маріна! Ну, там не ішлось, і... Тихо, тихо! Я така зла, кажу, ой, ***, кажу, я тебе не стою. Без силу, тому що людина робить своє. Я, извиняюсь, мені... Я стояла тоже на главному процесі, но я, извиняюсь, поставила воду, поставила шковоротки там, туди-сюди. Ну, в принципі, старалась помогти, тому що я поняла, що наголошення було, що робота в команде. Маріна, дай мені хвачки! Що це дялоєєць? С caso, ти шокасичне чі... Тихо, не психуй, все-все-все... Що, лисички, Маріна, подай лисички, пожгауста! Аааааа... Мариночка! Вона сьогодні поступила дуже пидло, то и врвачам на сьогодні збесила, вона мені подобається у чоловіку, оце, як сьогодні, що вона ніхонь слухала, занималась аз своим, її пофиг було на всіх, і самое главное, щоб вона... Маріна, дай то, Маріна, дай це. Я имею право одну секунду посмотреть на балкон и сосредоточиться хотя бы на своем блюде. Марина, дай мне белый лук. Белый лук. Картошку дай сырую мне еще. А Марина очень экономная. Она никому ничего не передает. Марина. Марина, морковка, шпинат. Что? Говори. Помей мне морковку, шпинат, цибулю. Марин. Сейчас. Там она. Сейчас. И робишь свое. Что-то пробивает, языком машет. Глаза вот такие. Только и смотрела на балкон. Ах! 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 Супер! Ах! Ей кажуть, тикают, микают сбоку. Она вот это, она не хотела, вот это отдавала. На! Тянула время, думала, чтобы когось подставить. У нее это в голове было. Олексій має зробити качку, пюре та соус з маракуї. Поки Оксана обсмажує для него качку, він нарізає продукти для страв сусідів. Кому що ще резати? Кому що ще чистити? Говорите, давайте. Мне шпинат, дайте мне шпинат. Ви мені шастушку порезали? Сейчас ее помоєт, я тебе порежу. Если надо було щось передати, щось почистити, непосредственно касающеся моєго процесса, я выполнял даже свое отлаживання. А делал, щоб участники, які рядом со мной, вони не задерживались із-за мене. Леша, передай утку свою! Ребята, не отвлекайте, я попрошу очі! От он пытался помочь и там, и там, и там. І вот эти вот крики, его, естественно, забивали, но он, знаешь, так в конец уже взялся. Тебе лук врезать? Как лук врезать? Отак, золька, медведь, ви мені режете отак? И дуже-дуже мелко, полосками такими. Не-не-не-не, отак, по-моему. Марина вже запікає свій бісквіт у духовці. У Оксани готовий шпинат і медальйон. Олексій має обсмажену качку. І лише у Тетяни основний інгредієнт перепілка досі сира і не фарширована. Передайте, пожалуйста, Марине. Я не буду передавать, пока вы мне что-нибудь... Что, что, скажи, что делать? Мне надо, чтобы она поставила кусок сварить и пожарила вот эту вот... Воду она поставила. Поставила. А эту пожарить можно? Можно курицу эту удолбанную, недокормленную? Курицу? Я тебе сказал, перепілку обожарить сначала с груди, а потом сжаду. Я не хочу, вы меня не слушаете, вы мне ничего не делаете. Ай, я не буду ничего делать. Это ботанец. Вам скинуть, она там сила. Она там целая. Завяжи ей ноги, у перепілки там должно быть все скромное. Да Леша, дозе дело. Оксана, Оксана. Завяжи ноги, перепілки, обвяжи свой медальйон. Горут! Это Таня. Ты видишь, что она сырая? Ох. Это перепілка. Ты жаришь куропатку. Ты вообще видишь, что ты пожарила? Чего ж ты мне сырую ее отдаешь? Я назад Леша отдала, говорю, Леша, пусть дожарит. Дала мне мясо и кажа жарит. Я ей кажу, как, дуже сильно, не дуже. Она, ты что, не умеешь жарить? Я себе думаю, ну ладно, пожарю я как-нибудь. Есть контакт, думает. Перепелку Таньки приготовила. Ну, Таня, получи по блату, сырая. Прижарить. Прижарить. С этой стороны. Таня. Итак. Оксана, вот это надо прижарить с этой стороны, с этой. Татьяна, сегодня была хитро, я вам скажу, была хитрою женкой. Потому что она хотела, чтобы все были заместные работы. Оксана. Оксана, жаришь? То пожарь, то почисть. Ну, короче, продирижировала всем работы. И нормалек. Это что такое? Перепелка твоя. Тетя Таня, что вы не фаршируете свою перепелку? Начините перепелку, котлеты сделайте. Ну, что вы за манку выложили? Это сырнички или еще что-то? Меньшари. Татьяна, делайте что-нибудь. Времени осталось мало. Татьяна, вы не успеете. Нашла локоточками себе поверхность. Облокотила, вот уличика свое красивое напялила. И порядочные эти. А что мне было делать? Я закончила раньше, естественно. Потому что мне делать было нечего. В общем-то, даже если бы я уже приготовленную куропатку вытащила у нее грудину и чем-то зафаршировала, у Марины нереально выпросить. Оксана вряд ли бы что-то уже делала. Им надо было общаться между собой. Им надо было быстро. Если ты скажешь, дай мне не то, быстро передала, дай мне не то. Ты делай то, ты мне жаль то, а ты мне не то, а ты мне не то. Вот так надо было делать. Моментально вот так вот передавать. А они, та Марина не знала рецепта, а глава вот там, Богу молится. Та еще что-то Танька вот так провисела. Вот так вот просидела. Скачка и в руках вот так ту перепелку туда-сюда. Пять. Передай Тимьян, Марина, Марина, передай Тимьян. Марина, будь человеком, подай Тимьян. Четыре. Оксана, посмотри, все на тарелке. Посмотри, все положила, морковку, все. Три. Четыре. Хай помея, хай помея, хай помея. Только быстренько, пожалуйста, быстренько, хай помея. Два. Помой, пожалуйста. Марина, девять помой. Помой, пожалуйста. Один. Давай, Оксанка, давай. Стоп, время вышло. Ну что ж, настав час оцінити вашу роботу. Оксана, будь ласка, підійдіть до нас зі своєю стравою. З Богом. Давай. У вас медальйон, подушка зі шпинату, мус і пюре та соус. Як ви, до речі, готували цей соус? Цей соус я взяла бульон корінний, добавила вина і меду. У соусу цікавий смак. Що ж до вашого м'яса? Воно соковите, ніжне, не пересмажене. Гарна форма медальйону. Але цей мус, він якийсь грубий. Ну, зовсім не схожий на оригінал. Вам так не здалося? Він був ніжніший, я пробувала. А його смак мене взагалі розчаровує. Ви не додали сир до рублю. Як ви могли не відчути його там? У мене просто впадає челюсть і думаю, блін, це ж до рублю! Його знає навіть моя бабушка вкус. Ну, блін, ну, як можна було не почути його друблю? Відповідаюся, я приїхала не з Києва. Я живу в селові, ну, в селові міського типу Диканька. Там, де, мабуть, такого сирого і немає, і не чути, і не пахло ним. Сьогодні ви мали проявити всі свої здібності. Однак ваші смакові рецептори підвели вас. Зніміть ваш фартух. Як ектор мені сказав, щоб я знімала факт, чесно, тоді вже у мене почався шок, тому що я вже розумію, що я йду додому. Я йому така вже, знаєте, нехотя знімаю цей факт, ну, чесно, я вже хотіла плакати. Я всією душою болів за Оксану, чесно. Я кажу, я з балкона випрыгну, сачу за ногу ектора, і тебе і отак буду лежати. Я не хотів, щоб вона уходила. Це провел. І він міг би стати для вас фатальним, якби не смак цього м'яса і соусу. Він просто неперевершений. Вітаю вас! Ви заслужили цей білий фартух. Іскренні аплодисменты. Молодець, заслужила, заслужено було. Вона робила не тільки для себе блюда. Вона помогала всім троим членам команди, які стояли по левую сторону от нее. Татьяна, с вашим блюдом подходите к нам. Як вам роботалось сегодня? Ну, в принципі, я коли увидела блюда, обрадовалась. Ну, не докричалася я до того, щоб мне сделали то, що мені надо було. А перепілка, і ви доволіли? Перший раз у нее Оксана пожарила. Ну, она була сырая, в общем-то. Вот. Второй раз она ее дожаривала. Ну, і потім її кинули, вроде б, в этот... В духовку. Я не пойму, ваша перепілка, що, не фаршрована? В середину, як він, шпинат. А там був тільки шпинат у вас? Она була фаршрована тільки шпинатом? Ну, я не поняла. Я не поняла, що там було ще. Ви должны були снять каркас, на якому держиться грудина. Все кости нужно було достати. Тільки після цього начинять ее? Да, це мінус. Я подумала. Думаю, елки, у мене така лежит, какая-то она безобразна, така ровненькая лежит. Надо було внути грудку. А мозги не варили. Перепілка сочная. Хороший вкус. Хороший баланс спецій. Нет соуса. Тоже печальку ей включили по глазам. Вроде перепілка, все сочная. Ну и все. Ну а там больше ничего не было оценивать. Я попрошу вас вернуться за стол. Ну что ж, Алексей, пожалуйста, со своим блюдом подходите к нам. Расскажите, а что вы приготовили? Утку обжарил, в духовке довел. Сделал типа пюре с картофелем, но оно было не фактически пюре взбито, а вот оно какими-то кусочками такими необычной консистенции. Фасоль стручковая. Ну что ж, спаржа хорошо приготовлена. Очень приятный нежный зеленый цвет. Вам удалось ее приготовить. Но вот соус, соус совершенно не похож на нас. Фактически у меня соус не получился, потому что, во-первых, я не разобрал своим вкусом. У нас вкусовые качества меня подвели. Я не мог определить, какие семена у меня находились, и сам вкус. Семена принадлежат одному очень экзотическому фрукту. А знаете, как называется? Нет. Маракуйя. О, Маракуйя. Ну, я просил, говорю, Марин, глянь, пожалуйста, есть там что-нибудь из фруктов, которое необычно, чтобы... Кроме апельсина здесь ничего нет. Вот я смотрю на ваше блюдо и понимаю, что в вашем блюде не все соответствует оригиналу. Не хватает мощности вкуса. В конце концов, не хватает соуса, Алексей. Маракуйя соусом. Снимайте фартук, Алексей. Ну, как бы кинули в голову ему, да, что у тебя уже что-то не получилось, ну, его где-то стегануло, все, там, слеза покатилась. Ну, что рассталось? Не хочется уходить, что? Только с самого начала, а я уходить, куда? Я еще немного узнал, еще не все понял, еще не все попробовал, и сегодня все приготовил. Знаете, что, Алексей? Отсутствие маракуйевого соуса в этом блюде это очень большой недочет. Леша плачет, судьи говорят, я уже там в половину не слышу, думаю, блин, нет, только не домой, только не домой, только не домой. Но все остальное, что мы попробовали, Алексей, было отлично, идеально. Вы молодец, Алексей. Мои комплименты. Леха красавчик! Вы за 100 жили этот белый фарт. Владеете. Спасибо. Я за Леху рад. Да, что он поднялся, что он вернулся в семью. Все нормально. Марино, прошу вас с вашей стравой. Что сьогодні мали приготовить вы? Насколько я поняла, там было суфле. Суфле? Суфле? Да. Десерт, який был на тарелке, наляпан. Черт, что было. Я думаю, Марина понимала, что она ничего не отстреливала. Ни грамма причем. Ну, как бы, у нее была пасочка, да? Как бы, зарядила она этот бизе. Думает, ну все, бизе, пасочка есть, все, я связана. Я согласна в том, что это, конечно, совсем не оригинал. То есть это я приготовила бисквит. Супостри? Вы мали приготовить совсем другую страву. Это мав быть легкий десерт с лимонным кремом, нижним пісочным тесто и повитряной меренгою. А тут бисквит и меренга. Ну, просто бисквит, как бисквит. Я понимаю, конечно, но дело в том, что тот десерт, который был представлен, к сожалению, я не готовила его раньше, поэтому его сегодня вам не преподнесла. Это же суцильный цукор! Марина, вы вообще куштировали свою меренгу? Да, я пробовала, там еще много сахара, но я его не взбивала. Это не виправдание. Мне и десертом это тяжело назвать. Вы меня шоковали. Она думала, что тут прийдешь, все ее наготовлять, кинуть и по себе дадут белый фактор. Она, честно, тупила. Она не знала ни одного рецепта. Она не знала, как бисквит делать. Марину разносили абсолютно заслуженно. Да, очень заслуженно. Она сделала абсолютно другой десерт. И меренга, которую она сделала, это была не меренга, а просто сахар. Ну что ж, балкон, спускайтесь. А как, а шо ж тут можно думать? Сейчас Марину вызовут. Потом, как всегда, нас вдвоем и... Фью, гай домой. Шо ж тут можно думать? Раз оставили в черном фартуке, значит, гай домой. Девочки, это было действительно очень сложное задание. Но мы видим на примере Алексея и Ксюши, что оно было выполнимым. Прошу вас обоих, зняти ваші фартухи. Тетяна, у вас была целая година часа. Можливість нюхати, пробувати, роздивлятися, шукати потрібні смаки. Как бы вы постарались, то врешті-решт розпізнали б смак фуа-гра в перепілце. Но вы решили просто нашпигувати перепілку шпинатом. Ніби там ничего іншого и не было. Марина, вы ж, похоже, взагалі не намагалися зрозуміти оригинальну страву. Ну, не знали ви назви десерту. Але за смаком відрізнити бісквіт від пісочного тіста ви могли? Ви не просто все наплутали, а зробили те, що неможливо їсти. Цьому немає виправдань. Марина, прощай вийде. Спасибо. Спасибо. Фу, слава Богу. Марина, до свидання. Нечего тебе тут делать. Іди, подруга, ходи на ринок, учись, пробуй, кусай, нюхай, що угодно делай. Ну, извини, ну так тупить? Ну, це жість. Как би, за що боролась, на то і напоролась, в принципі. Мені кажуть, і менше треба було обращати увагу на балкон, а більше десь в себе там погрузитися, вспомнити якийсь рецептик цих там порожених бісквітів. Ну, так би, дійснувати своєю головою. Тетяна, ви також сьогодні програли. Програли у битві за смак. Ви не намагалися зрозуміти, відшукати потрібні складові вашої страви. Як кулінар, ви показали дуже низький рівень. Але, як не дивно, саме ви, як ніхто інший, проявили необиякі організаційні здібності. Ви змусили Оксану досмажити вашу перепілку, а Марину вчасно витягнути її з духовки. І, як результат, вона приготована ідеально. Ця перепілка врятувала вас. Тому ви заслужили знову одягнути біле. Я рад, що ставили тетю Таню назло тим шакалам. Що вони її не згризли, і вони облизались, і йшли нищин. Вона залишилася. І тетя Таня повернулася, була вся в слізах, в іскрініх слізах, і сказала, «Зачем ви так зробили, що ви сказали, що вон бабку геть, бабку геть з балкона?» Вона ось це запомнила. Це нормально. Так рада вас стоять на балконе. Таня, ну нічого, нічого. Таня, тетя. Таня, тетя. Таня, тетя. Таня, тетя. Таня, тетя. Таня, тетя. Так зачем так зробили? Не, ну все, успокойтесь. Вы все будете такие, как я. Конечно. Ночи вы не будете. Не плачет. Уважение к возрасту можно иметь, когда это милая леди, которая желает всем добра, которая дожила до такого возраста, готова поделиться с тобой жизненной мудростью, жизненным опытом, поделиться своими рецептами, да? А это буйвол. Это не женщина. Это буйвол, которая злая, наглая, двуликая, лицемерная, понимаешь? Ничего. Ничего страшного. Переживем. Дивиться в наступной программе. Не надо! Тихо! Вот за рот. Я крыла, я как-то тихо. Естественно, мне рыгать хочется от этой команды, от тех, которые там были. Вот такое чувство, что тебя тут выбросили вот внизу, а ты сам раздупляйся. Попробуй. Мне очень плохо достану. Думаю, что кишки это все мне все повыпадают, короче. Все, умру и буду лежать. Знайди пару. Боже, а кто хочет за мною? Я не найду своего пара. А кто за мною? Я понимаю, что я не могу найти того, с кем я работаю. Как я люблю его водю. Господи, Боже мой. Зеня и Татьяна. И вот там и так фисташка в голове еле держится, а так Татьяна его еще больше притянула. Что ты сделал? Убирай хоть со стола. Какого ты ехать в эту пицу взялся? Дурень. Молодь. Вашими клиентами сегодня будут тридцать детей из детского дома. Вита. Да, Эктор. Это у меня наболевшая Дима. Представьте мое состояние. Насколько я хочу ребенка. Насколько я люблю детей. Я хочу поправить в село Цезаря, потому что я его ехала с семьей. Но когда попал сюда, уже не ехал его. Хорошо. Без проблем. Шедевр у лоси. Час подивитися на кухню іншими очима. Блин, а на кухне.